Продолжение следует... Мы теперь будем, естественно, выяснять, что там говорят про кур. Не, нужна вторая часть. Ну и нам в чате подскажут. Говорят, в Москве кур доедут. Говорят, в Рязани есть грибы с глазами. Их едят, они глядят. Да это какая-то чушь. А, пошли, даже титик не нашли. Говорят, в Москве кур доедут. Проверить пошли. Или просто пошли? А пошли? А пошли, получается. Я не уверена, что... Готова. Это то самое начало, которое вы ждали. То самое, то самое легендарное. Мы или наши зрители. Да, всем привет. Наконец-то хоть что-то происходит на моём канале. Какая-то жизнь, какая-то активность. Мы тут втроём. Майкл, которого вы прекрасно знаете. Я. Здорово. Тоже прекрасно. Да, тоже знаете. Ну и Бубан, которую вы тоже прекрасно знаете. Она сама, честно говоря, прибежала сюда, скарабкалась на стол, потому что до этого она лежала у меня на коленках. И разлеглась вот в такой позе, в которой вы её сейчас наблюдаете. Сейчас создаёт какие-то звуки. Мы будем за ней потихонечку наблюдать. Как только она начнёт плохо себя вести, она отправится в свою лежаночку, к своим игрушкам, думать и расслабляться. А так, мы с вами расслабляться не собираемся. У нас с вами почти два часа эфира. Может быть больше, может быть меньше. Никто не знает, как всё получится, как всё пойдёт. Ну, в общем, план примерно такой. Так как мы супер давно с вами не виделись, присылайте ваши вопросы, комментарии, истории, всё, чем вы хотите с нами поделиться. Как и во всех семейных стримах до сегодняшнего дня, у нас есть несколько способов связи с нашим прямым эфиром. Это мой патреон. Спасибо огромное всем, кто продолжает на него подписываться. Я очень благодарна вам за вашу поддержку. Честно, я бы давно уже сдалась и сбилась бы со всего, со всех своих путей, если бы не вы. И благодаря вам небольшая надежда, что надо продолжать всё-таки чем-то заниматься и что-то делать. Она живёт и существует. Помимо патреона, куда, кстати, нам уже прислали кучу вопросов, есть ещё Digital Duck. Feel free писать туда тоже, если вы хотите прислать нам донат. Есть также суперчат. И есть ещё чат... Супернино ещё есть. А супермайкл? Не завезли. Вот же он. Поэтому вы можете... Да, сейчас в чате я сделаю сессию вопрос-ответ, куда вы можете присылать свои вопросы. Она хоть раз у тебя сработала нормально? Да, да, да. Но... У, Пикули сделал обзор на Вероника Степанова, блин. И вместе с Макошенцем. Ё-моё, я хочу это посмотреть. Ты хочешь прямо сейчас это посмотреть? Да, может, это... React. Нет, это было бы странно. Мы не договаривались на такой форме. У меня пока был только один React на синих мужиков. И я недоволен. В том смысле, я бы хотел на другие видосы реагировать. Короче, блин, извините. Каждый... Внимание, это угроза. Реально. Каждый, кто будет в плашке, где нужно прислать вопросы, писать всё, что угодно, кроме вопросов, будет нещадно отправлен в бан. Извините, друзья, за... Ставьте вопросительный знак, как она проверит, что вопрос, что не вопрос. Просто в конце любого предложения ставьте... Содержанием. А, знаешь, содержание не спорят, а содержание кричат. Вот, Бубочек со мной согласен. Что такое, малюка? Короче... Ты, кстати, супер шепчешь. Я? Переходи, да, переходи на режим стримерского ора. У меня пока не получилось. У меня вчера включился стримерский ора, когда я подружке кружочки записывала. Ого. Я мощно орала сорок минут. Блин, что-то Бубан ведёт себя громче, чем весь день. Вы слышите? Этот моторчик, да, и пытается спихнуть компьютер со стола. В общем... Логан Кроу, вы написали, здравствуйте, это не вопрос! Чёрт поверье! Ну ладно, это первое прощаем. Первое прощаем, как во всех играх. Знаешь, типа... Первое выбывшее, типа... Получаю так. Как ты думаешь, малюку уже пора отправить в Дотаншин? Не знаю. Да пока вроде. Я вообще отвык, отвык, пока ты была в разъездах, я как бы... Да, много было поездок, и они всё как-то попадали на выходные, поэтому никак, к сожалению, у меня не получалось выходить к вам в эфир. Честно, я не думаю, что вы как-то особенно без меня страдали. Я думаю, вы очень страдали. Я вот совершенно без ложной скромности думаю, что не очень страдали. Я думаю, они пели... Я ломал стекло, как шоколад руками... Что это за песни? Но я хочу быть с тобой... А, это я знаю. Это они пели про тебя, про стрим. Блин, представляешь, сколько песен, от которых мы знаем только одну строчку? Ну, я знаю чуть побольше там строчек. Чуть там... А над нами километры воды... А над нами... Возможно, это разные песни, честно говоря. То есть, типа... Значит, на двоих мы лежим вдвоём. Я чувствую наше дыхание... Да, это другая песня, сори. Забейся, короче. Ну чё, чё расскажешь, как твои дела? Вообще, мы когда последний раз здесь сидели... Когда это было? Это было 10 марта. Дай пункт тут, пожалуйста, я покажу людям эту нелепицу абсолютно. Не, не 10-го. Это было... А, это было... Когда это было? Это было за неделю до выборов. Вот. Да, короче... Да, и тогда это было 10 марта. Пока ты показываешь пульт, я сейчас прыгаю. Да, я... Ну, какие новости? Я купил гигантский монитор на 48 дюймов, потому что... Как я за ним буду... Что я с ним буду делать? Бубану не спрыгну. Ну, а если она спрыгнет, что я буду делать? Бубан, не прыгай. Ты нам ещё нужна. Короче, я купил гигантский монитор для того, чтобы не покупать несколько мониторов. Короче, я раньше, когда-то давно работал с двумя мониторами. Это было очень удобно. Потом, когда я здесь пересобирал уже кабинет, ну началось. Когда я здесь уже... Э-э-э... пересобирал кабинет. Ну, это годзилла какая-то. Когда я здесь пересобирал кабинет, то... Ммм... Когда я здесь пересобирал кабинет, вот вам собачья жопа, ну Бубан, ну прекрати, когда я здесь пересобирал кабинет, новый стол, который я купил, он не предполагает, она вообще просто буянит абсолютно, не предполагал двух мониторов, и я, ну типа остался с одним монитором, и это было супер неудобно, и он все еще не предполагает два монитора, и я изящно нашел выход, я купил гигантский монитор на 48 дюймов, но самое смешное не в этом. Самое смешное в том, что к нему шел вот такой абсолютно нелепый пульт с этой гигантской кнопкой, и он меня супер смешит, он реально очень уморительный, вот так вот ставит, я не понимаю зачем он, зачем пульт от монитора, это же не телек. А ты уверен, что это компьютерный? Да, это компьютерный монитор, абсолютно, с частотой 144 Гц, телек с такой частотой, ну может они и есть, я не встречал, это, вот видишь, тут есть, гейм, кнопка агейм, вот, поэтому. А может это родительский контроль? Что? А как ты думаешь, что такое родительский контроль вообще? Есть идеи какие-нибудь? Когда взрослые контролируют поведение в интернете. Каким образом? Не знаю, блокируют тебе доступ к каким-нибудь сайтам, например, ставят таймер. А зачем тебе это на мониторе? В интернет через монитор, по-твоему, заходит? Да блин, выключил монитор, и все, и ребенок не сидит больше. А как монитор поймет, что ты не на том сайте? Так какая разница, родитель сидит и смотрит? Понял, а, что родитель контролирует сам пульт? Да! Ты просто вырубаешь. Так да. Такое безумное, то есть родитель должен где-то рядом сидеть. Конечно. Постоянно. Ну если у родителя пульт от твоего монитора, то очевидно он где-то еще и рядом сидит, мы не говорим мне о каком сайте. Короче, вот, это одна новость, дальше какая еще новость? А, в марте у меня был такой челлендж небольшой, мне было интересно, смогу ли я каждый день выпускать по два видоса. И я почти выполнил его, был один день, это как раз была пятница, когда я выпустил один видос, вот, ну типа супер устал и вымучивать из себя не хотел, как бы я стараюсь не делать видос, когда мне нечего сказать. Ну вот как-то Март был, к сожалению, насыщен с событиями, потому что, как вы понимаете, мой канал не посвящен хорошим событиям, мой канал, как правило, про события неприятные. Вот, поэтому, как бы, Март был, не надо провода лизать, Март был довольно насыщенным, поэтому было много тем, и вот мне удалось там, типа, из 31 дня 20, точнее 30, было по два видоса. Ну и сильно устал, честно говоря. А, еще одна новость. Нашел монтажер выходного дня, и теперь в моей команде у всех будут выходные, у обложечника и у монтажера. Кроме тебя? Кроме меня, да. Ну, второго Майкла Найки найти, к сожалению, не удается. Увы и ах. А где вот этого давали? Там больше нет? Нет, там больше не наливают. Вот, какие-то такие новости. Общее состояние какое-нибудь. Да, как всегда, то ли чай выпить, то ли повесить. Ну, то есть, нет, это на самом деле, повесить не хочется вообще, никогда нет мысли про суицид. Это я на случай, если вдруг там кто-то меня убьет и попытается выставить, что я, значит, это никогда у меня нет. Помните, он на стриме говорил, чай или повеситься в это утро он выбрал чай. Я, как бы, уважаю выбор людей, которые принимают решение на ложительность о руке, ну, как бы, я считаю, это их право. И право на жизнь предполагает право на смерть. Но я считаю дебилизмом все равно. То есть, я считаю, что в жизни есть столько возможностей, особенно если вот ты принял решение, что тебе твоя жизнь больше не нужна. Так, ё-моё, иди попробуй, ну, как бы, сделать этот мир лучше. То есть, как бы, скажем так, сейчас для этого в мире огромное количество возможностей. Идут как минимум две войны недалеко от нас. Есть большое количество людей, ходящих с большим количеством охраны, которые можно, как бы, попробовать сделать мир сильно лучше. Ну, то есть, если ты решил, что твоя жизнь тебе не нужна, реально, ну, куда-то используй это в полезном русле. Вот. Не говоря уже о том, что, например, можно, есть же большое количество вещей, которые смертельно опасны, но которым при этом на химическом уровне приносят удовольствие. Поэтому, ну, иди там, я не знаю, попробуй передознуться чем-то или еще чего-нибудь. Просто мы не призываем вас ни к суициду, ни к передозму. Не, не, мы не призываем, не призываем. Вообще не употребляйте, пожалуйста, наркотики. Да, да. Все хорошо будет. Вот. Но, короче, я считаю накладывание на себя рук довольно глупой темой. Вот. Поэтому, как бы, несмотря на то, что я принимаю этот выбор у других людей, кто такой выбор делает, я сам никогда вообще ни при каких... Если вы услышите, что там Майкл Найкен ложился о руках, знайте, вас обманывают. Это меня убили абсолютно точно. Вот. Короче, такая история. Знаете, что произошло? Ты подо что-то стукнула? Нет, на соседнем столе стоит банка железная. Ну, алюминиевая, точнее. Да. Ты знаешь, иногда... Бубан, садись или давай что-нибудь придумаем с тобой. Вот. И иногда эти банки мнутся, потом сами как бы выдуваются обратно. Возвращаются. А, ну, она такая... Да, и она произвела этот звук, и я испугалась. Бубан испугалась, но бубан отходит дольше, чем я обычно это делаю. Рукой. Вот. Хорошо. Как, в целом, у тебя есть ли понимание, что уже апрель скоро, завтра? Да, похрен он. Я не знаю. Я не понимаю, зачем люди. Ну, то есть, меня только по климату вопрос. То есть, я не люблю, когда холодно. Уже не холодно. Сейчас очень хорошо. Уже не холодно. Класс. Меня всё устраивает. Как бы... У тебя нет такого, что... На улице я не выглядывал особо ещё там. У тебя нет такого, что ты отчитываешь, сколько месяцев прошло от Нового года? Чего ты уже достиг? Что ты хочешь делать? Я всё, что хотел, я всё достиг. Я теперь, ну, исключительно чем занимаюсь, пытаюсь приблизить конец войны. Война закончится, до свидания. Вообще, хер вы меня когда увидите ещё где. Как бы, вот, всё. У меня все мои цели жизни не выполнены. Как бы, мне нечего достигать. Не в смысле, что я такой крутой, а в смысле, что, ну, у меня были планки низкие для достижений. И я как бы такой, о-о-о, всё, спасибо. Либо, типа, дальше саби. Вот, поэтому я... Ну, единственное, чего я хочу, это чтобы война кончилась, кончилась справедливо. И прикладываю к этому усилия. А какие-то там, не знаю, метрики, фолометрия какая-то, ещё чего-нибудь меня не интересует. У тебя как прошли эти две недели? Очень насыщенно и разнообразно. У меня была командировка в Израиль. Ну, вы видели, собственно, выпуск программы. Есть вопрос, который вышел на популярной политике почти сразу после выбора. Ой, вообще, звёздный, абсолютно. Я, короче, у меня есть секрет. В смысле, звёздный? Я вам, в звёздный смысле, что все обсуждают, цитируют. У меня секрет. Не заметила, честно говоря. А я супер заметил. У меня есть секрет. Я не могу смотреть кринжовые видосы. Вот, типа, есть люди, которым нравится кринж, а мне нет. Я не могу. Мне, когда неловко, типа, смотреть, что на экране происходит, я как бы не смотрю. И у Нино там есть разговоры с этими самыми сватниками в Израиле. И это прям стало таким каким-то хиточком хитяры. И я прям видел, что очень многие люди обсуждают, респектуют тебя за то, как ты вообще там всех на месте ставил. Я не видела. Но это потому, что, может быть, я в Твиттере не сижу. Наверное. Я тоже не особо сижу, но захожу раз-три дня. Вот. Говорят, что было очень круто. Почему я говорю говорят? Потому что я сам попробовал посмотреть, но я... Меня срубило в секунде на пятнадцатый. Я такой, типа, ё-моё, ну как бы и нет. Я не готов. Мне стыд испанский прожигает вообще все места. Но я хочу сказать, что очень много... Там как все было, короче. Рассказываю для тех, кто не видел этот выпуск. Мы приехали в Израиль как раз к семнадцатому марта, чтобы посмотреть, понаблюдать за голосованием в консульстве российском. И заодно посмотреть, как люди откликнулись на акцию «Полдень против Путина». И очень много было людей с самого начала. Вот буквально к моменту, как мы приехали. Мы приехали где-то за час как минимум до полудня. И в этой огромной толпе людей было столько тех, кто смотрит популярную политику или брекфаст-шоу. Или даже наши с тобой стримы. Представляешь, ну, тебя так смотрят и смотрят. И это было безумно приятно, на самом деле. Очень странное было ощущение. Я, честно, не привыкла к такой реакции. И, конечно, мне было безумно приятно. И спасибо огромное всем, кто подошел, кто не постеснялся, кто говорил всякие разные добрые, поддерживающие, приятные слова. Было очень классным. Ну и записали большой хороший разговор с Абасом Галямовым. Не было у нас, к сожалению, много времени на монтаж. Поэтому, как по мне, в интервью остались какие-то лишние фрагменты. Но это уже, честно говоря, такие мелочи. Да и я в последнее время пытаюсь легче относиться и к своей работе, и к каким-то таким огрехам. Это не совсем к своей работе, мне кажется. Это скорее к восприятию работы. То есть я не знаю человека, который относится серьезнее к работе, чем Нино. Но проблема современного мира, что просто у людей есть широкий доступ в интернет. И любой дурачок может что-то написать, что-то сказать, что-то прокомментировать. И поэтому очень часто люди, я просто вижу это на... Ну я много об этом говорил. Люди начинают акцентироваться на каком-то негативе, на какой-то не критике, а критиканстве. Чем критика от критиканства отличается? Критика это когда вы конкретно берете какой-то момент или эпизод и говорите, вы вот тут не правы, потому что у вас там ошибка. Или, например, у меня другое мнение, но вот такое. А есть критиканство, когда тебе там просто пишут, ты мудак, пошел в жопу. Ну или что-нибудь такое. У меня, типа, давно с этим все просто. То есть, типа, если я не вижу, что конкретно критикуете, я не обращаю внимания. Ну то есть максимум могу человеку там... Ну если у меня настроение игривое, и мне в личку пишут, могу написать что-нибудь про него, его родителей, что я с ними делал и все такое. А базово, как бы, уже давно воспринимаю это все как просто... Такая луна. Да. Кажется, принести ей какую-нибудь покрызушку. Да я думаю, надо ее отправлять в собачий гулаг, то есть в рай. В соседнюю комнату, то бишь. Но она как-то гиперактивная. Бубань. Вот. Такие дела. Понятно. Ну что, давай у чата спросим, что мы? Продолжаем веселиться с Бубаном, или мы отправляем... Ты хочешь голосование сделать? Бубана, да. Так им-то, не, им-то по кайфу, наверное. Не, ну подожди. Нет, друзья, не будет никакого голосования. Мы пошли. Сейчас придем. Извините, но Бубану надо, видимо, отдохнуть, чтобы побыть немножко в тишине и спокойствии. Давай, Дмитрий. Да. Приношу очередной раз извинения за... некоторый сумбур, но мы продолжаем. В общем, а потом была еще одна поездка, тоже пришлась на выходные. Ох, да. И на эти выходные, кстати, ну и как выходные на эту пятницу, и потом на выходные случился крокус. И хочу поделиться личным. Меня, короче, выключило полностью уже абсолютно. Я уже ничего не чувствую, никаких тех эмоций, что было раньше. Короче, вот как-то... Я вообще не до конца понимаю людей, которых как бы война, как бы окей, она идет и идет, и как бы ежедневно там погибают люди, причем в большом количестве, в малом количестве, и как бы похеру. А тут как бы теракты, все такие самые страшные деньги в моей жизни. То есть это действительно страшный теракт, и действительно я соболезную родным и близких тех, кто погиб в этом теракте. И желаю скорейшего выздоровления всем, кто пострадал. И, безусловно, это чудовищно, я против любого терроризма. Ну, то есть я не делюсь здесь ни по каким... Там, единственный человек, которого мне не жаль, это полковник Гру, который там вот с войны приехал на концерт. Уж извините, там не могу найти никакой эмпатии, и все остальные, это чудовищно абсолютно. Вот. И при этом всем, как бы я не могу сказать, что у меня там резко иное эмоциональное состояние, чем обычно. Я каждый день на это смотрю. Я каждый день смотрю, как убивают невинных людей. Просто кому-то важно, какого цвета у них паспорта, а кому-то нет, мне и нет. Поэтому как бы я в этом ужасе уже довольно давно нахожусь. Но даже тут я все равно считаю, знаешь, мне кажется, что в такие моменты как бы люди делятся на два типа. В чем я вижу разницу между настоящим сочувствием и фейковым? Вот фейковое сочувствие, это когда люди там свечку поставили на аватарку и успокоились. Мне кажется, настоящее, вот когда ты проникаешься такими вещами, это история, когда ты пытаешься понять, почему так произошло и сделать все возможное, чтобы этого не произошло в будущем. И Россия когда-то была, такой страной. То есть, когда был Норд-Ост, когда был Беслан, люди понимали, что любая такая трагедия это не только террористы, которые за ней стоят и которые чудовища, но и там спецслужбы, силовики, которые делали тельные действия. Например, в Норд-Осте использовали во время штурма газ, формулу которого не дали медикам, из-за чего немалое количество людей погибло при штурме от этого газа. Просто они просто не проснулись. Во время Беслана сначала утаили количество заложников, из-за чего общественное давление было не настолько сильным, из-за чего было принято решение не продолжать переговоры и идти на штурм, которые начали с использования огнеметов шмель. И гигантское количество погибших. Нет, как смотри, я думаю, что наоборот. Те, кто отвечал за штурм, прекрасно знали, сколько там людей, но в общественном восприятии это была не такая большая, условно скажем, проблема, как если бы огнеметами начали штурм школы, где больше тысячи детей. Все правильно ты сформулировал, да, просто у меня там настолько часто эта история, что я уже пропускаю какие-то логические куски. И по Норд-Осту, и по Беслану были и парламентские комиссии созданы. Да, они потом были проигнорированы, все такое, но общество это обсуждало. Были еще журналисты, были политики, в том числе системные, которые об этом говорили. Сейчас это ужас какой-то. Ну, то есть, люди мало того, что вкидывают абсолютный бред про украинский след и все такое, и понимаете, он же не абстрактно бред, в том смысле, что здесь даже мое возмущение не в том, что пытаются переложить на Украину, а смысл в том, что когда вы перекладываете на фейк какой-то, это значит, вы усыпляете свою же бдительность. Да, то есть, какие-то силовики, какие-то ФСБшники, поверишь, что там есть украинский след, и будут не туда смотреть. Ровно то, что и произошло. Да, то есть, проворонили абсолютно. Это абсолютный косяк силовиков и спецслужб. Ну, силовиков там отдельно, которые полтора часа не штурмовали Крокус, думая, что там террористы, и не давая пожарным и скорой туда зайти. От пуль террористов погибло 40 человек. Всего погибло 144. То есть, все остальные погибли от пожара, угарного газа, от обрушения. То есть, на самом деле, большая часть жертв, как раз из-за действий силовиков. Не в смысле, что они виновны в этом, а в смысле, что их преступное бездействие привело к тому, что люди погибли. И вот это должно обсуждаться. Не потому, что я не люблю российских силовиков, не потому, что я считаю, что необходимо как можно скорее демонтировать этот режим, а потому, что когда вы не смотрите на реальность, это будет повторяться раз за разом. когда вы не извлекаете уроки из своих ошибок, это просто снова будет повторяться, и люди снова будут гибнуть. И мне кажется, что единственная нормальная позиция, это когда ты это осознаешь и пытаешься пробить эту информационную блокаду. А люди, которые пытаются в этот момент, там что-то, я не знаю, видел какой-то пост, типа, вот те, кто обвиняют силовиков, значит, как это, перекладывают ответственность с террористами, что-то такое. Ну, короче, все, кто занимается отмыванием власти, Хенштейн, Симаньян, остальные говноеды, ну, как бы, этим людям плевать абсолютно на этих жертв. Вообще плевать. Им плевать, что погибло больше людей, чем могло. Им плевать, что это вновь может повториться. И вот это бесит меня. И бесит все эти два года. Ну, то есть, невероятное лицемерие огромного количества людей. Лицемерие, которое имеет прямые последствия. Лицемерие, которое ведет к смертям по обе стороны границы. Но, к сожалению, это тот фон, в котором я уже живу. То есть, как бы, для меня здесь нет ничего нового. Единственная инновация, это, как бы, какое-то количество людей, которые такие, Майкл, ты продался ФСБ, синие рубашки, все такое. Но это, скорее, комичная история в рамках этой трагедии. Такая трагикомедия на сдачу, что называется, которая, ну, там, немного, не знаю, повеселила всех, кого я знаю, из расследователей, потому что, ну, как бы, ты людям показываешь, там, белую пирамидку, они говорят, да, черная пирамидка, а ты, гурь наед. Вот. Но, к сожалению, все это сопряжено из гигантской трагедии, в которой, ну, я не знаю, знаете, у меня с детства идет вот такая херня. Как с детства, когда я шел по улицам и видел окна горящие, я всегда думал о том, что там вот целый мир, ну, то есть, там люди. А я сказал? Горящие окна. Горящие окна. Ну, нет, горячие окна попозже появились. Целый мир. И я, когда читаю про любого человека, погибшего, я такой, господи, ну, то есть, это же недожитые года. Человек мог что угодно сделать с этими годами. Полюбить, разлюбить, завести детей, открыть что-нибудь или просто прожить свою жизнь. Он мог, блин, мне попасться в какой-нибудь онлайн-игре, как сокомандник. Я мог встретить его на улице. Ну, как бы, еще годы были у этого человека. Годы. И у каждого из этих людей, каждый из этих людей мог породить еще людей. Мог и не породить. Мог повлиять на кучу жизни, потому что бы он соприкасался с огромным количеством людей. И для меня, просто, знаешь, типа, почему меня цифры уже давно не очень впечатляют? Потому что для меня натурально каждый человек это вот такие потерянные годы. И в какой-то момент ты уже такой, ну, просто это чудовищная волна. В ней нет уже цифр. В ней нет там, я не знаю, десятков, сотен, тысяч. В ней просто волна, сметающая все. Волна крови, волна смерти. И вокруг стоят люди, которые такие, да, еще крови, еще смерти. Это, конечно, меня, ну, не то чтобы удивляет, мне это скорее огорчает. Именно поэтому я, ну, уже давно говорю, что как бы мне не нравится заниматься тем, чем я занимаюсь. Мне не нравится блогерство, мне не нравится быть медийным, мне не нравится, представляете, что я давно разочаровался в людях. Ну, то есть, типа, последний человек, который был антиразочарованием, и который вообще, наоборот, там, тащил мою веру в людей и в самого себя был убит 16 февраля Владимиром Путиным. Тяжело в этом контексте и вообще в общем. Но что поделать, как бы, есть вещи, которые надо просто продолжать делать, пока можешь. Как-то так. Согласна. У всех свой опыт, но вот я говорю, что в моем случае я, честно говоря, пока даже еще не смогла это отрефлексировать и сформулировать, что именно и что конкретно у меня произошло в сознании, но просто все выключилось, как будто сразу и все. Ну что, неплохой такой, мне кажется, разогревчик на 30 минут у нас получился и самое время перейти к вопросам, которые вы присылали нам на Патреон, друзья. Ну да, какое-то не очень ровное состояние. Будем что-то с этим делать. Пока вопросы. Елена пишет. У меня прошло два года с момента эмиграции. Ловлю себя на мысль, что нигде не чувствую себя как дома. Ни в родном городе, ни в странах, где успела пожить за эти два года. Как вы представляете себе идеальное место для жизни? И есть ли сейчас у вас такое место, которое можете назвать домом? Да, мой дом там, где Нино. А, не, вот так было еще. Дом там, где свобода, свобода там, где дом. Мне, слушайте, я не привязываюсь к местам, мне вообще похрен, ну то есть, как бы, где жить. У меня вот и понимание родины, это тоже не березки и озера. У меня люди, но в первую очередь люди. Самый мой ближайший человек это Нино. Вот, поэтому где Нино, там мой дом. Ну, если она не в командировке, это не считается. А у меня будет не такой романтичный ответ. Ты не против? Нет, не против. Потому что для меня, на самом деле, тема дома довольно болезненная. И это тема, над которой я думаю чаще, чем следовало, наверное. Я родилась в Москве, как многие из вас знают, но каждый летом мы ездили в Грузию, и это наложило свой какой-то определенный отпечаток. Мы долгое время, как я, во всяком случае, сейчас это вспоминаю, вот первые мои какие-то годы, пока мы жили в России, это были, была вторая половина 90-х, мы были довольно, у меня, во всяком случае, вот такое осталось ощущение, воспоминания, мы жили довольно обособленно, поэтому у меня не было какого-то глубокого погружения в культуру. и когда оно началось, я начала параллельно впитывать в себя и российскую, и грузинскую действительность, и в итоге ни там, ни там не чувствовала своей какой-то общности ни с местом, ни с окружающими меня людьми. И вот мы в Вильнюсе. И это было, на самом деле, довольно мучительное состояние, оно осталось, оно сохранилось долгое время, до моих сознательных лет, и сильно позже тоже, где-то вот до 24-25, у меня была концепция бегства. Я всё время куда-то бежала, куда-то стремилась, я не могла успокоиться, не могла почувствовать себя в безопасности и в каком-то комфорте на одном месте. У меня постоянно стояла какая-то цель куда-то уехать. Было абсолютное такое представление, абсолютное ощущение, что счастье где-то далеко, и надо всего лишь до этого места доехать, и вот там-то начнётся настоящая жизнь, там-то начнётся счастье. Потом, конечно, всё оказалось гораздо сложнее, и домом какое-то место делают близкие тебе люди, окружение, твоя личная как бы обжитость и насмотренность этим местом, есть ли у тебя там любимые места какие-то, свои знакомые, специалисты, любые врачи, косметологи, парикмахеры, вообще кто угодно. И я так и не научилась пока этого делать. У меня всё ещё есть ощущение, что настоящая жизнь начнётся вот когда мы куда-то ещё переедем. Наверное, это не очень правильно. Ну, в общем, нет, Лена, дорогая, у меня нет ощущения дома. Я могу сказать, что какие-то места стали для меня привычными. Вот, когда я возвращаюсь в Вильнюс, для меня это вот привычно, для меня это знакомое место, но я не могу сказать, что я вернулась домой. Когда я прилетаю в Грузию, я могу сказать, что это хорошее, приятное, привычное и любимое сердцу место, но я не могу назвать Грузию домом. Когда я думаю о России и, в частности, о Москве, с которой у меня очень много разных воспоминаний, не только печальных, но и счастливых, я понимаю, что и этой Москвы теперь тоже нет. Как всё, что угодно, существующее отдельно от тебя за время отдельного существования постоянно меняется, и ты, когда возвращаешься, ты никогда не застаёшь это место прежним. И ты изменилась, и это место изменилось, и каждая следующая секунда вас как-то меняет и трансформирует. Я помню, в детстве было такое ощущение, когда мы летом возвращались в квартиру, в московскую квартиру, возвращались из Грузии, готовились к школе, она всегда была какой-то не такой, как я её помнила, она всегда была как будто бы меньше, чем когда мы из неё уезжали. И, в общем, есть такое ощущение, что того дома, который я только-только начала строить в Москве, его тоже не существует, поэтому состояние это не из приятных, честно говоря, но что поделать. Верю, что когда-нибудь у меня получится какое-то место домом? Мне кажется, это вообще дурацкая концепция, честно говоря, дома, как вот в этом, как это сказать, как в этом представлении, потому что предполагается, я просто в фильмах часто с ней сталкиваюсь, она меня каждый раз удивляет, предполагается, что дом это нечто незыблемое, предполагается, что это вот какая-то такая гигантская точка опоры, которая неизменна, что ты должен прийти в дом, там должна быть твоя, не знаю, детская комната, или там ты должен растить следующее поколение, там вот, значит, стоит какая-нибудь стоечка, где отмечено, как ты росла или что-нибудь такое. Нет, я не говорю конкретно про тебя, я говорю про концепцию в целом. Я не к этой концепции опировалась. Хорошо, значит, и в целом предполагается, что дом это вот какой-то такой якорь, точка закрепления, место закрепления, которое дальше там навешивается, вот у него он не так навешивается, в моем представлении о представлении оно намешивается примерно так, но базово история заключается в том, что так не бывает, ну типа все течет, все меняется, и единственное важное преимущество в жизни это адаптивность. Адаптивность, сохраняя стержень. Есть два вида адаптивности. Адаптивность, это когда ты подчиняешься, и адаптивность, когда ты преодолеваешь. И вот мне кажется, там моя концепция, вот то, как я живу, это постоянной мобильности. То есть типа я привязываюсь только к тем вещам, которые не вещи. Нет ни одной вещи, к которой бы я был привязан. Типа я легко выкидываю там старую одежду, какие-то сувениры, там и все такое. Единственное, с чем у меня будут проблемы, не знаю, наверное, с кольцом. Потому что оно все-таки обозначает наш прекрасный союз, заключенный на небесах. А все остальное, типа вообще похорено. Ну то есть типа сегодня есть, завтра нет. Это все ерунда. Это все плывет, это все течет, это все меняется. И мне кажется, что этот подход просто рациональный, потому что тебя невозможно выбить из равновесия, тебя невозможно там, не знаю, вогнать вот в эту вот всю историю. Что типа, ах, а где мой дом? Да поебать вообще. Ну то есть типа я там не сижу, не глушу водочку грустя потерянной России. Потому что типа, йоу, ну как бы все меняется. Ну как бы и Россия может поменяться, и в другую сторону совершенно, и прочее. Поэтому я не задаюсь вопросом, типа, а что было? А где там у меня что? Или что-нибудь такое? Нет, я задаюсь вопросом, что мне надо сделать для того, чтобы достичь того, чего я хочу. Или того, к чему я иду. И все. И просто мне кажется, это гораздо эффективнее. Не является ли это игнорированием? Не является игнорированием, а ты меня выпихиваешь, не выпихивай меня. Мне неудобно сидеть. Сядь прямо, зайчик. Вот так. Я что могу помочь? Ты меня выпихиваешь. Давай я сяду как-то по кругу. Ты села так же, как сидела. Да, что я выпихиваю тебя сейчас? Сейчас поедешь выпихивать, но я же понимаю. Поеду, так и скажешь. Мне кажется, этот человек избегает эмоций и моментально все рационализирует, чтобы не сталкиваться с какими-то ощущениями, впечатлениями. Впрочем, я не профессиональный психолог, да и не профессиональный, я психолог не. И филолог из меня так себе. И вообще. Так, заметочка на полях. Наталья Островская, ваш вопрос первый я пропущу. Слишком лично и не собираюсь обсуждать это на стриме. Наталья Островская продолжает дальше. Куда, по вашему мнению, направить ярость, которая в нас кипит? Да, наша ярость требует выхода. Как мы можем применить ее, чтобы Россия была свободной? Куда направить ярость, которая в нас кипит? Вот куда ты ее направил? Ну как, давайте так, мне хочется все сюрпризы, как вам означать. Мои, у меня сейчас три цели. Значит, две, которые я уже публично много раз озвучивал, они связаны непосредственно с войной. Значит, моя задача это помощь ВСУ, прямая помощь ВСУ донатами и сборами. Мы уже очень много собрали, на одной платформе собрали 3 миллиона гривен, на другой мы собрали что-то там тоже подлям. Короче, довольно много. Спасибо вам большое всем, кто принимает участие, я туда свои тоже докидываю периодически и прочее, прочее. Вот. Это первое. Второе, это снижение потенциала российской армии, то есть максимальная превентивная работа для того, чтобы люди не шли в российскую армию. Опять же, и та, и другая работа только с фактами, я никогда не вырву и никогда не буду этого делать, какая бы ни была цель. Значит, рассказываю я, что реально происходит в российской армии, промежные штурмы, обращение мобилизованных, вот там завтра у меня просрочную службу выйдет, потому что там срочная служба давно стала со знаком равенства, типа там с вероятностью 1 третья попасть на контракт по принуждению и прочее, прочее, то есть снижение боевого потенциала российской армии. И новация, которая появилась со середины февраля, это месть, это месть конкретным людям, конкретным спикерам, конкретным Z-каналам, конкретным политическим акторам внутри России, вот, в связи с убийством Навайдена. Месть, это в себя включает некоторое количество действий, какие-то публичные, какие-то непубличные, которые я сейчас подготавливаю. Ну, то есть там это должна быть история, связанная с противодействием этим самым каналам. Вот одна из историй, например, это как им щита вырубать. Я уже публично рассказал одну довольно простую механику, которая вырубает их ненадолго. Есть еще более сложная механика, которой уже как бы непублично я буду заниматься. Я собираюсь в какой-то промежуток времени попробовать сделать что-то типа команды, которая, ну, видите, я максимально расплывчато говорю, потому что, опять же, зачем портить сюрпризы, которая будет вот эту цель преследовать глобальную, вот эту третью цель. Не знаю, получится или нет, у меня мало менеджерского опыта, более того, у меня есть какие-то вещи, которые уже приходится менеджерить. Ну, в общем, это такая новая цель, которая еще не то чтобы в зачаточном состоянии, но которая, скажем так, довольно необычный для меня вызов. Вот, это три вещи, которые я делаю. Что делать конкретно вам зависит от ваших ресурсов, возможностей, ценностей. Вот, есть огромный пласт всего того, что можно делать. Если вы находитесь в России, то этот пласт сильно уже, но эффективнее. Да, если мы не говорим про какие-то радикальные варианты, то это в том числе обсуждение с родными, близкими, с людьми, которые вам попадают, сложившиеся ситуации, мягкое, неконфликтное, потому что доносы все друг на друга пишут. Вот, кстати, доносы тоже хороший инструмент. Вот, доносы тоже можно пописать на кого угодно. И если вы не знали, например, в российской системе МВД можно написать анонимный донос, в том числе на Z-канал или на какого-нибудь депутата, и власти обязаны его проверить. Ну, то есть, МВД обязаны эту работу выполнить. То есть, на это часто жалуются Z-каналы, то есть, например, вы напишите донос на, я не знаю, что какой-нибудь, ну, возьмем какого-нибудь, Александра Коц, что Александр Коц, не знаю, призывает к свержению режима. Вот, еще можно какие-нибудь цитаты хоть из головы выдумать. Через электронную приемную подадите, попробуйте все анонимизировать. Они будут вынуждены это проверить, они будут вынуждены опросить его и все такое, и написать объяснение и прочее. Вот. Но, соответственно, и на вас тоже могут написать доносы, тоже рандомные люди. Такова система. В общем, изучаем лазейки системы и как с помощью них можно ударить по тем людям, которые, на мой взгляд, заслуживают вместе. У меня нет ответа на этот вопрос, Наталья. Я пока плохо себе представляю, куда конкретно можно направить ярость, если вы находитесь в России, если вы находитесь за ее пределами, то там, в принципе, плюс-минус понятный набор действий. Быть публичным, распространять информацию, пытаться до кого-нибудь достучаться, помогать различным НКО, которые находятся внутри, и сохранить в себе более-менее адекватное представление о происходящем и быть тем человеком, который будет долго, терпеливо растолковывать, рассказывать, что происходит. Это то, как я себе представляю, один из способов направить эту ярость на что-то, что в будущем, возможно, повлияет на жизнь внутри России. А так, конечно, мне широты моего взгляда не хватает, чтобы что? Чтобы придумать конкретные действия, которые ты могла бы посоветовать. чтобы объять... Необъектно? Да. Чтобы объять Россию целиком, со всеми ее нововведениями. Ну, Россия не понять. Да, со всеми ее новыми практиками антиюридическими, антизаконными. Так нет, просто из этого надо исходить. Знаете, когда все начинают что-то писать там про закон, про выборы, про классификацию, мне хочется сказать, очень пизданулись, ну, как бы, все, нет давно уже никакого закона, нет давно никаких норм. Мы дальше живем по справедливости, а не по своей, мы по своей. Все. Ну, то есть, типа, ничто, что называется, в этом смысле не требует от вас, ну, то есть, это в обе стороны работает. Ничто не требует от них соблюдения закона, ничто не требует от вас, по крайней мере, если у вас были какие-то там моральные ограничения на этот счет. Нет, их уже нет. Все, типа, дальше все решается вашим представлением о правильном и неправильном. Мое представление неправильным и неправильным, не совпадает с представлением российского нынешнего руководства. То есть, типа, Владимира Путина, Узурпатра и его, этих болванчиков. Вот, поэтому, как бы, ну, и вообще по их закону я уже 11 лет сижу. Блин, самое смешное. Короче, я из-за этого канал, и один из них написал, вот как раз про историю с блокировками карт, типа, давно пора завести на него статью по госизмене 275-ю. Я думаю, тебе какая хуй разница, я 11 лет сидеть не буду, 25 лет сидеть не буду. Когда у меня нет, вы можете даже избить. Да, я не сидеть готов хоть пожизненно, правда, ну, то есть, типа, мне вообще по охрену честно там заводить, что хотите. Вот, ну, в общем, такая история. Забавно. Виктория Крабейник пишет. Как вы относитесь к участию российских пеннисистов во всех топовых турнирах, хоть и без российского флага? Меня больше всего огорчает тот факт, что кроме Дарьи Касаткиной никто из них не осудил агрессию против Украины, хотя учитывая их финансовую обеспеченность и наличие жилье за границей, каждый из них мог бы выступить так ярко и гласно против Путина и всех кошмаров, которые учиняют режим. Жутко бесит видеть их каждый раз на соревнованиях. Мне похрен абсолютно. Я, ну, не имею мнения о том, что, на мой взгляд, не влияет на происходящее. Я понимаю ваши ощущения, ваши чувства, Виктория. Единственное, так как я не слежу за теннисом и вообще за спортом по большей части, у меня это не вызывает такой серьезный эмоциональный отклик, как полагаю, вызывает у вас. Ну, я бы, конечно, сделала личное выступление антивогенное обязательным условием участия во всех международных турнирах. Ну, как в Литве есть такая тема, что ты когда въезжаешь, или когда что-то там запрашиваешь визу, тебе дают этот опросник, типа, считаете ли вы там Крым российским, осуждаете ли вы военную агрессию России. Не, нормальная тема, я согласна. Поэтому мне, да, мне кажется, это нормальной практикой. Не знаю, почему оно так. И, да, конечно, особенно, если мы говорим о людях, у которых есть все возможности постоять за свою точку зрения, то для меня это странно немножко. Но, опять же, вдруг у них какая-то суперэкстра сильная мотивация. Не знаю. Хотя тоже, мне кажется, что вряд ли. Киберлира, привет, Ниной Майкл. Первый вопрос. Как вы оцениваете результаты акции «Полдень против Путина»? В этом была польза? Да, я думаю, да. Скажем так, из всего того, что было, в этом только и была. Потому что, ну, работает только акция визуального опровержения тезисов властей. В чем смысл? Эти акции такие же, как очереди подписаться за Бориса Надежина. Эти акции, они опровергают тезис российской власти, в том числе, выраженный в процентах за Путина, о том, что общество гомогенно в его поддержке. Вот. Это, пожалуй, из публичного легального поля единственное, что можно сделать. То есть, визуально создавать диссонанс между теми тезисами, которые власть выставляет, что ее все поддерживают и любят, и реальностью. Это влияет в том числе на тех, кто поддерживает власть. Потому что даже теперь люди, которые поддерживают Путина, поддерживают войну, они знают, что Путин выбор нарисовал. Не только благодаря «Полдню против Путина», но и потому, что Владимир Путин решился нарисовать слишком до хера, но и в том числе благодаря «Полдню против Путина». Вот. Поэтому из всего того спектра, что было, как бы, заявлено, как некая деятельность во время выборов, это наиболее близко к какой-либо эффективной акции. Есть ли акции эффективнее? В моей голове – да. Но они все предполагают риски смерти и риски смерти. Вот. Поэтому, как бы, я не готов у кого-то, что называется, к ним призывать или кого-то корить за то, что они не так выглядят. Вот. Мне тоже кажется, что акция получилась хорошая и много было в этом пользы, как минимум для тех, кто был в этих очередях. Я встретила полдень против Путина в Тель-Авиве, особенно учитывая, что были пропутинские настроенные люди, чаще всего, кстати, очень провокационного поведения, очень агрессивного поведения. Это удивительно, если они так уверены в величии своего политического лидера, то откуда такая агрессия, откуда такое желание защищать свое право жить в тоталитарном государстве. Точнее, не жить даже. Они же не живут в России. Но защищать военного преступника, убийцу и, по факту, политического террориста. Поэтому, конечно, находясь под определенным впечатлением от общения с этими людьми, опять же, их было количественно, кратно меньше, чем адекватных, нормальных, образованных людей. Было очень здорово сменить картинку и понять, что нормальных людей тупо физически больше. Во всяком случае, в этих очередях и среди тех, кто политически активный, тех, кто хочет принимать решения и хочет участвовать в жизни страны, хоть и находясь за ее границами, что такие люди есть, что они активны, что их много. Это было очень классное впечатление. Вопрос номер два. Подожди, если ты хотел сказать, эффективность акции «Полдень против Путина» показывается тем, что власть начала преследовать Никиту Кулагривова. Семь суток он получил арест. Да. Вопрос номер два. Кстати, знаешь, как Никита Кулагрива помог ребятам из Тель-Авива к проголосовавшим? Для тех, кто не осмотрел, есть вопросы, хотя я не понимаю, почему я вам пересказываю, друзья, идите смотреть хотя бы первую ее часть. Там был парень, который проголосовав, решил сжечь свой российский загран. И мы, конечно, там обрезали немножко, потому что по времени вся эта процедура заняла минут 10, наверное. И, конечно, мы не могли 10 минут показывать одну и ту же картинку, поэтому пришлось чуть-чуть в монтаже сократить. Но сам факт в том, что сначала паспорт никак не поджигался, поэтому в качестве розжига пришлось использовать плакат с Никитой Кулагривой. Никита, легенда. Никита Кулагрива помог. Главная панк-звезда российского кинематографа. Да, помог очень здорово. Здорово парню с осуществлением его политической акции. Говорят, он будет играть в одном фильме про известного оппозиционера российской власти. Да, я знаю, уже даже утверждали. Кажется, его утвердили. Не знаю, как сейчас. Посмотрим. Создатели фильма передумают. Ну, в общем, ладно. Вопрос номер 2. Нино, вы как-то говорили, что Грузия все еще очень патриархальная страна. Как, по вашим ощущениям, наметилась ли там за последние годы положительная тенденция или нет? Спасибо за стрим. Я хочу сказать, что, безусловно, положительная тенденция наметилась. Реально? Но мы говорим о больших городах. В Тбилиси, конечно... Мне казалось, откат. Нет, подожди. Если мы говорим в целом о состоянии для внутреннего общества, то, конечно, патриархальность уже не является абсолютной. Она, конечно, много где есть, но, опять же, мы не говорим о каких-то абсолютных величинах. Но в Грузии большая проблема, конечно, с властью, которая сейчас там есть, которая активно подыгрывает гомофобным настроениям, а в религиозной стране очень легко на этом спекулировать. Власти, которые в открытую и завуалированно работают в интересах российского правительства. И, конечно, судя по активности протестующих, пока есть плюс-минус достаточное количество людей, которые продолжают проявлять свое недовольство. Единственное, конечно, немножко пугает очень активное обсуждение гомофобных законов в последнее время. И совсем хочется, чтобы Грузия шла по этому пути. Вот, поэтому я говорю, что не похоже на прогресс, похоже на регресс. Опять же, там есть какие-то свои отдельные активисты, там есть свои какие-то отдельные люди, которые эту повестку продвигают, поэтому, опять же... Поздравляем Грузию с тем, что она впервые в истории пробилась, от Европы, в футбол. Да, они были супер рады, конечно. Там будет пиздец, когда будут матчи. Причем независимо от того, победа или поражения. Помнишь, как в России было, когда Евро 2008 года, по-моему? А, нет, Евро 2008 года. Где прошли в полуфинал. Бля, чё? Тут не в полуфинал они прошли. В полуфинал они прошли. Нет. Полуфинал, причем они отлетели от Испании в первом туре 1-4, а потом в последнем в итоге снова попали на Испанию, но, по-моему, уже в полуфинале. Не знаю, не помню. Напишите, правильно я помню. Испанию я помню в... Я просто, знаешь, почему помню? Потому что, короче, в момент, когда это все проходило, я был в языковой школе в Англии на две недели. Я поехал первый и последний раз в своей жизни. И там, когда... Там как раз только начался Евро. И... Ну, там были всякие французы, итальянцы, и как раз Россия жестко отлетела от Испании 1-4. Все-таки, ну, типа, мы там подкалывали друг от друга. ну, чё, как там ваши игры? Ну, да, да, да. А потом, короче, к концу, уже когда Россия прошла, а Италия и Франция отлетели. Я такой, ну, чё, а как ваши итальянцы, блин, и французы короче, ты кайфанул. Да, да. Я был этот, такое, знаешь, вот это состояние Россия! Россия! И в Москве я был, мне рассказывали, типа, все мои знакомые и друзья, что я могли пиздец был. Я помню такое состояние в матчах 18-го года мы тогда с подружкой... Да в 18-м там всё купили, блин, в Испанию. Как бы только не, судя по всему. Мы были в Екатериненском саду. В 18-м я уже ненавидел российского руководства, мне было сложно проникнуться. И футбол. Мы устроили себе небольшой пикник и рисовали фломастером. Блин, было классно. И я помню буквально в воздухе, знаешь, как будто какой-то такой, какая-то буря поднималась, какой-то гром и волна прокатилась по улицам, люди счастливые, радостные, весёлые, довольные собой, гордые собой, не желающие никому, ну, прям так открыто. Да, и под шумок пенсионную реформу провели. Ну, я говорю, а в 2018-м мне уже не получалось как бы вот в этой, ну, как бы, порадоваться этому, да, да, да. Я такой пиздец, пиздец, кругом пиздец. Евгений Кушнир, привет, ребята, Майкл, вопрос к тебе. Как ты думаешь, наступит время, когда мир поймёт, что Путин это второй Гитлер или такого шанса нет? Спасибо. Не, ну, а тебя я просто люблю и обнимаю. Это я вас тоже люблю. В каком смысле Путин уже превзошёл Гитлера, потому что у него есть ядерное оружие, как бы, то есть Гитлер не ставил на границ существования целом планету, а Путин ставит. Что касается восприятия, ну, слушайте, не, у многих европейских стран уже есть понимание. Страны Балтии давно, это понимает Франция, недавно присоединилась к клубу слонов Польша, ну, то есть, не, понимание есть. Германия, блин, самое смешное это Германия, потому что Германия из европейских стран сделала больше всего для Украины, натурально. Они дали больше всего вооружения, самые разные, чтобы вы понимали, уже есть эти реклерки, они их не дали. Они дали только то, что, типа, обозвали колесными танками, но это не танки ни хера, это просто бронетехника. Вот, но при этом Германию все время, шутся конкретно, все попускают, потому что, типа, а что Тауруса нет, а что это нет, из-за их риторики. Вот, но при этом глобальный вот такой антипутинский европейский фронт, он существует, он функционирует и он наращивает обороты. Ну, то есть, Макрон в последнее время стал вообще супер слон. Я обращал на это застретивали второго, я не помню, короче, в начале января Макрон первый вышел, сказал, ребята, надо дать вообще Украине танки хорошие там, типа, вола, так сказать, тягать. Вот, поэтому, нет, понимание есть, этого понимания нет, хотя, ну, у Америки оно тоже есть, то есть, у Байдена оно есть, и у большинства американцев тоже есть, большая часть людей в Америке по вопросам поддерживает выделение помощи Украины. Просто есть политические террористы, республиканцы во главе с Трампом, которые это блокируют, к сожалению. Как американская система дошла до такого, что сборище маргиналов и людей, которые их поддерживают, может заниматься политическим шантажом, вопрос открытый. Причем, этот политический шантаж в какой-то момент перерос просто в политического гирострапа, потому что, если сначала они хотели выторговать историю с границей, то потом пришел Трамп, сказал, не, ребята, ни на что не соглашайтесь, потому что, чем хуже, тем лучше, чем будет хуже, тем больше шансов, что меня изберут, и все. И, как бы, что с этим делать, непонятно. Ну, слушайте, я самый давний, вот из публично известных вам, по крайней мере, там, новой волны спикеров, хейтер американской политической системы. Я давно говорю, что она кау. Ну, то есть, там, нет прямых выборов, на самом деле, там, через выборщиков. Есть джерри-мендеринг, значит, есть политические кланы. То есть, мне не то, чтобы прям симпатичен Байден, да, то есть, он симпатичнее только в сравнении с Трампом, и то, я бы предпочел, чтобы ни один, ни другой не номинировались в ближайших выборах. Потому что, ну, реально, ну, и у одного дорогого, как бы приличнее-то сказать, чтобы и близмами не раскидываться. Ну, ребят, у них, ну, проблемы с башкой, ну, правда. Ну, то есть, типа, они постоянно все забывают, они постоянно все оба, причем, обычно говорят про Байдена, но, если вы обратите внимание, Трамп тоже все путает постоянно. То есть, он, то есть, там, на каком-то митинге, не знаю, он вообще сказал, что до сих пор Обама в Белом доме, блин, сидит. Он такой, я смогу победить Обаму в Белом доме, что ли такое. Типа, они оба не молодые, ну, возраст это одна, там, как бы, из грани. Но, в целом, они несколько, ну, не хотелось бы, чтобы, типа, самая мощная экономика армии мира управлялась, как бы, людьми, в чем мы не уверены, так сказать, психическом и ментальном здоровье. Вот. Это проблема, да. Но у Америки так исторически было. То есть, во время Второй мировой войны та же херня абсолютно была. То есть, до 42-го года, там тоже была Америка ферст, там тоже говорили, зачем мы будем тратить деньги на помощь европейцам, если, значит, мы эти деньги должны тратить на себя. И все. Это все уже было, если вы почитаете, один в один. Просто потом японцы пахнули по Перл-Харбору, Америка такая, ай, вы знаете, что мировая война идет? А давайте присоединимся. И при этом их роль нельзя, ну, как бы, их роль нельзя недооценивать. Вот те, кто вам рассказывает, что Америка ничего не сделала, это, конечно, ложь. Я вам больше скажу. Без Америки, ну, как минимум, война была бы дольше, и честно вам скажу, с непредвиденным результатом. Потому что Америка, в том числе Советскому Союзу, по ряду номенклатур военных дала больше половины вооружений. Там были и грузовики, там была и техника, еда, патроны, бензин, все там было, понимаете? То есть, короче, ну, без Америки во Второй мировой еще непонятно, чем бы дело в кончестве. Как и без Советского Союза. Ну, то есть, типа, все страны внесли свой... Как и без Великобритании, кстати. То есть, Великобритания была той страной, которая снизила темп продвижения Гитлера очень сильно. Вот. Единственное, не могу отдельно как-то сильно Францию выглядеть, но я думаю, что знатоки истории меня и тут поругают и скажут, что Франция уже сделала вот это, вот это, вот это. Ну, но тогда Америка велась абсолютно так же. Здесь, что называется, повезло хотя бы чуть-чуть, что вот первый год Америка довольно активно помогала Украине. Это здорово и классно, это помогло во многом сдержать, не только сдержать российскую агрессию, но и отбросить россиян довольно сильно. И на самом деле, единственное, чего не хватает, это вот вновь, вновь присоединение Америки к этой коалиции, выделение средств. Вышла большая публикация Института изучения войны, направленная в первую очередь к Соединенным Штатам, большая подробная публикация, которая вот, ну, как будто я ее писал. То есть все те слова, которые говорю я обычно, не в смысле, что я себе приписываю, а в смысле, что мне кажется, это очевидно, и я рад, что Института изучения войны, как один из самых авторитетных, наверное, источников анализа нынешней войны, они прям детально это расписали. А есть же разные институты, да, есть британские, есть американские. Они британские по-другому называются, есть Британское Министерство обороны, есть американские институты изучения войны, есть еще при Королевском институте британский, как он называется, что-то... Короче, есть какой-то институт изучения войны, который, во всяком случае, раньше постоянно опаздывал со своими... Так это и этот, американский, да. Так они, ну, действительно, они опаздывают, ну, по крайней мере, так говорят, аналитики, которые, как бы, не собирают настолько большую массив данных. Когда я начал, ну, когда команда CIT не смогла физически из-за нехватки времени и сил, как они говорили, делать сводки каждый день, типа, мне пришлось делать не сводки, и тогда я начал читать просто анализ института изучения войны, просто они каждый день подготавливают, и я понял, почему они на какие-то вещи реагируют медленнее, потому что они не просто на словах это делают, они собирают пруфы под каждое свое заявление, то есть у них вот идет аналитическая записка за день, и примерно от 50 до 80 ссылок, где вот они говорят, вот здесь продвинулись, они подтверждают это кадрами объективного контроля. Ну, то есть это бик респект, я с того момента зауважал участие института изучения войны, потому что, ну, как бы можно просто делиться мнением, да, там, вызваниваясь, а можно прям вот детально изучать и доказывать, и делиться не мнением, а делиться фактами и анализом этих фактов. И в этом смысле как бы вот эта большая публикация, она там практически одна мысль, типа, ребята, у России ноль шансов победить, если Запад будет поддерживать Украину хотя бы вот в том виде, в котором поддерживал там первый год. То есть если будет выделяться столько же денег, если будут выделяться необходимые снаряды, если будут выделяться необходимые ресурсы. Вот, то есть там длинный опус про то, что на самом деле все нормально, и Украине просто не хватает поддержки. В случае наличия этой поддержки у России нет шансов победить, а Украина шансов победить очень хорошие. Вот, ну, я не знаю, возымеет ли это эффект, потому что, ну, республиканцам насрать. Ну, то есть есть довольно мало реальных республиканцев, которые исповедуют там какой-нибудь взгляд Илона Маска, который говорит, что Россию невозможно победить, все такое. Большая часть из них, в том числе вот люди, которые раньше активно высказывались за поддержку Украины, говорят, да, мы знаем, мы знаем, что это надо, но простите, у нас вот выборы сейчас будут. Вот, и нам как бы надо по-другому немножко себя вести. Особенно учитывая, что придет Трамп, и как бы у него другая позиция. Вот как бы, ну, просто политическая какая-то, ну, такая... Залупа. Залупа полная, ну, по-другому не скажешь, правда. И поэтому меня исторически бесит американской политической системой, потому что я эту фишку прохалу давно, что там как бы, когда Обама еще был, на самом деле Обама был уникумом американской политической системы, потому что он как раз не был внутриклановским. И то второй срок Обамы, у меня к нему довольно много вопросов, честно говоря, потому что именно Грузия и аннексия грузинских территорий произошла при Обаме. И, собственно, вопросов к нему немало, но в итоге после Обамы какая-то началась вообще херовня. Ну, то есть Клинтон вышла, которая с гигантским антирейтингом, Трамп, который, окей, первый раз, я еще понимаю, это там история с протестным голосованием, но он пришел к власти и просто наделал такой херни. Ну, то есть вообще не сделал ничего из обещанного, абсолютно не увеличил никакие показатели, как бы, но теперь такой говорит, да, вот теперь точно сделаю. И, типа, они такие, да, и ты такой, блядь. Ну, это как с Путиным. Блядь, ну, хочется задорного цитировать, честно говоря. Ну, Путина не выбирают, типа, Трампа выбирают. Ну, типа, по крайней мере, первый раз выбрали, сейчас у него хорошая шанса. Ну, я думала, Путина очень хорошая была программа, и ровно за нее надо было. Да, да. Короче, еще меня отдельно смешит, раз уж пошла об этом речь. Сегодня двигают Z-каналы всякое говно, что, типа, Зеленский перестает быть легитимным. Ну, то есть, типа, должны были быть выборы, их нет, потому что война, и вот, они такие, вот, смотрите, в Украине нет выборов, значит, там нет выборов, и все прочее. Я думаю, вы кто, блядь? Ну, то есть, вы люди из России! У вас выборов нет! С 96-го года! Вы что, вы про кого вообще говорите? Вы с ума сошли! Вы видели сейчас выборы, которые были, а выборы до этого? Вы вообще других президентов видели? Не считая грелки для сидений под фамилией Медведев. Ну, как бы, вы что? Про какие выборы в Украине вы говорите? В Украине! Там, типа, сначала выбрали Порошенко, потом выбрали Зеленского. Все это было конкурентно, все это было прозрачно. Ни у кого нет вопросов к честности этих выборов. Вы что? Типа, страна самой из стран постсоюза, да, из России, самой, мне кажется, такой, такой близкой к демократическим вообще каким-то представителям, если мы говорим там, про ближний Ореол, вот, которая не скатилась в итоге в попытку авторитаризма и изурпации. Наоборот, украинцы вышли, когда это попытался сделать, Янукович, и дали ему пиздов, не дали ему захватить власть, не сделать ее авторитарной. Вот. Почему ты не используешь мои подсказки? Потому что хочется быть оригинальным, так сказать. Ладно. Вот. И как вы, и вы сидите, что-то пишете про выборы, да побойтесь богу, у вас выборов-то не было, вы их не застали, блин, вообще во взрослом возрасте. Ну, короче, ладно, все. Всю свою программу я отработал, что у меня накопило за сегодняшнее утро. Дальше буду стараться оперативно. Почему? Нет, не надо. Я что-то с одной темы на другую перехожу. Я так могу, типа, часами сидеть, как бы. Мы видели. Нам всем это нравится. Бернвич пишет, привет, дорогие, Майкл и Нину. Держу в курсе, мы нашли квартиру в Амстердаме, причем в самом городе, довольно недалеко от центра, хотя рассчитывали на южные пригороды. Я даже не знаю, радоваться или нет. С одной стороны, оттуда 15 минут на велосипеде или транспорте до работы. 15 минут ходьбы, зоопарк, квартира вполне неплохая. И я сама обставляю ее мебелью из любимой икеи. С другой, жить рядом с центром вовсе не моя мечта, да и квартира с таким расположением не за миллион евро в месяц вызывает вопросики. Переезжаем на следующих выходных, буду искать, в чем же подвох. А как у вас? Все ли квартиры, в которых вы жили, были удачными? Снимали ли вы квартиру мечты? Ой, можно я начну? Давай. Во-первых, Бернвич, я вас от всей души поздравляю. Тебя, Оля. Потому что найти квартиру в Амстердаме, насколько я знаю, задача не из легких. И я, как большой любитель, обожатель городов и центров, мне кажется, это лучше, что вообще может произойти. И я, если есть такая возможность, всегда стараюсь поселиться ближе к центру. В центре классно, приятно. И учитывая, что в последнее время нам приходится жить в Европе, здесь чтят порядок, тишину, спокойствие. Поэтому не могу сказать, что ночью прямо какие-то происходят сэшены бесконечные. Поэтому... У нас в предыдущей квартире была там, был Джекси Бартнер. У нас был... Под прошлой квартирой у нас был стрипак. Прикиньте, я только потом это понял. У нас натурально... Там настолько было тихо, что мы даже не сразу поняли. Да, натурально под нашими окнами, вот мы были на втором этаже, а стрипак был на первом. Я это понял, когда меня туда зазывать стали. Ну, то есть, типа, я мимо проходил, типа, Hey, we have nice girls. Я говорю, no, I have my own at home. И как бы... И только потом узнаешь, что там реально стрипак, и как бы, ну, очень тихий какой-то стрипак. Тогда... Может, в наушниках там все сидели. Поэтому... Знаешь, как у тебя было тихие вечеринки? Да, да. Там просто скрипт кроссовок в тишине. Поэтому мне всё нравится, всё, что вы написали. Поэтому вызывает вопросики. Слушайте, может, просто хозяину было важно поскорее сдать квартиру, и всё. Бывают же такие люди, которым в приоритете время и оперативность, а не какая-то долгосрочная цена или аренда. Я не знаю, по каким условиям вы снимали эту квартиру, поэтому я полагаю, что если вам что-то прямо совсем будет не нравиться, то можно будет переехать куда-нибудь ещё. Квартиру мечты мы снимали в Тбилиси, я помню. Я помню, мы пытались найти квартиру, когда мы туда переехали в 21-м году. У нас немцы всё забирали, это было присказано. Мы реально приходим в какую-нибудь квартиру. Мы, короче, учу, лайфхак. Значит, когда вы куда-то искать квартиру начинаете, куда-то едете и там будете, сначала на месяц снимаете на Airbnb что-нибудь, чтобы у вас просто была база, куда приземлиться и не спеша ходить смотреть квартиры, потому что, ну, в ППХ вы просто, особенно если там мы говорим про Европу, где долгосрочная аренда, вы просто попадёте на какие-то неприятные варианты, вас обманут, всё такое. И мы, короче, ходили по Тбилиси и смотрели самые разные квартиры. И как только попадается прям хорошая какая-то, мы такие, ну, мы говорим, мы почти готовы, всё, дайте нам буквально там, не знаю, до завтра время. Окей, там, звоним завтра, нам говорят, извините, квартиру забрали немцы. Один раз случился, мы такие, ну, ладно, немцы и немцы. Второй раз та же херня, снова забрали немцы, и мы такие, да кто такие эти немцы, что они тут делают, почему они забирают у нас все квартиры? Нас, вот, коренных грузин, в конце концов. Вот, но вот так нашли потом классную квартиру. Ну, её тоже хотели забрать немцы. Да, 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 мы там, да, мы же там сразу такие, мы всё, мы всё, мы готовы. Они говорят, хорошо, а то мы тут говорим ещё с немцами. И мы на немцах, мы сразу такие, не-не-не, всё, мы говорим, всё, деньги, всё, забирайте, всё забирайте. Ну, вот. Такие дела. Ну, мне это нравится, потому что здесь я студию сделал, и мне покайфило. Ну, там ты тоже сделал студию. Она была не такая профессиональная. Она была не такая профессиональная. Ну, в общем, просто было очень круто, это была огромная квартира с тремя балконами за очень внимаемые деньги. Ну, вы слушаете, три балкона тоже надо понимать, там, типа, один из балконов, он там, ну, квадрат просто, то есть, типа, не представляете себе дворец. Там, ну, я могу сказать, там было сколько, 120 квадратов примерно? 115, да. Что такое? Ну, была здоровая, просторная, классная. Мы снимали её в 21-м году. До войны, поэтому это были такие цены, это было довольно дорого для Грузии, но она была идеальная, вот ровно такая, как надо, чтобы была квартира. Единственное, да, понятно, что если бы она была наша, или мы там не жили постоянно, какие-то мелочи можно было поменять. Какие? Ну, коричневая кухня была ужасная. Ты первый раз слушал. Она была... Так я там не был никогда на этой кухне. Да, там было, не очень приятно. Ну, в общем, нет, там было приятно, но я бы сделала по-другому. Единственное, как бы, тоже мечтаю о чужой квартире, что бы там поменять. Поэтому, да, это было классно, это было близко к центру, отлично был дом, клёвый подъезд, классное расположение. В общем, мне всё нравилось. Да, да. Кроме того, что это был ужасный год в жизни. Как и все последующие. А так квартира была классная. Вика Дневр пишет, что очень заскучилась, обязательно сделаю. Вика, спасибо большое. И Марьяна Захарова. Спасибо за работу и столь редкую в наши дни нравственность. Спасибо за добрые слова. Приятно, что вы так воспринимаете и нас, и нашу работу, и наше какое-то отношение к жизни. Кстати, вот для меня как раз откровение таких последних дней после как раз вот этой поездки моей последней по счёту, я оказалась... Это, ну, это мероприятие... Нет? Я не говорю. Я не думала, что во мне настолько мало осталось желания договариваться, идти на какие-то компромиссы и чего-то терпеть, с чем я не согласна и что я не готова слушать. И, в общем, с удивлением это в себе обнаружила. Давно пора за счет. Давно пора. Там был... Нет, там просто вот, чтобы ты понимала, насколько это уже развилось как-то, может быть, может быть, это уже какая-то патология, но там был какой-то момент, когда я не смогла сказать то, что я хотела сказать. Стушевалась немножечко, сначала занялась. Я чувствую себя виноватым за это. Почему? Ну, потому что ты мне когда рассказала, я говорю, а что ты не сказала, что мне... Так нет, слушай... А потом в итоге пошла и сказала. Возможно, тебя теперь тоже ненавидят. Да мне пофигу, честно говоря, но это не из-за того, что ты мне сказала. Это... Я с тобой поделилась, потому что я об этом думала и как-то пыталась понять, что вообще произошло. И да, полтора дня я не могла успокоиться, внутренне у меня все как-то переворачивалось, потому что вот так получилось. В общем, раньше такого не было. Но раньше и жизнь была абсолютно другая. Ё-моё, как много всего в диджитал-даке. Давай, это... Пау-пау-пау! 140 BPM, погнали! Так, мы, мне кажется, закончили в прошлый раз отвечать на вопросы от Максима про посольство и консульство и то, как голосовать. Пётр Машьянов прислал нам вопросы в межстриме, поэтому на них тоже ответим. Вопрос в двух частях. Здравствуйте! Огромное спасибо за вашу работу. Ваши примеры борьба помогают беречь кукуху. Я-то кто не спасался творчеством? Написал фэнтези-книгу. Это не реклама, она бесплатная, выкладываю по главам. Хочется поделиться с политическими единомышленниками и обсудить с хорошими людьми. Буду очень благодарен, если кинете ссылку в чат. Кто читал, хвалят за атмосферу и уютность. Политоты там нет, позволил себе только гнилой деревянный щит с гербом яблоком. И буху мы и не вли. Кайф. Россия будет счастливой. Блин, я с огромным удовольствием скопирую ваши сообщения, отправлю в чат. Ходить бизнес-план. Сейчас, секундочку, секундочку, я не хочу просто забыть. Мало того, что я это сделаю, я еще закреплю это в комментариях к стриму, после стрима. Главное, мне не забыть это сделать. А вдруг плохая? Какая разница? Там есть гнилой деревянный щит с яблоком и словами, и буквами, это же кайф вообще. Да, наш зритель, друзья, написал книгу, прислал ссылку, так что feel free ее читать. Спасибо, Петр, за ваше сообщение. Что ты хотел сказать? Бизнес-план, короче, я вообще поражаюсь тому, сколько возможностей есть в современном мире, чтобы заработать денег, вот, и, ну, молодым людям, прям, ютуб, не ютуб, короче, книги про попаданцев, ребята, просто пишите, мне кажется, бесконечные книги про попаданцев, это супер хлеб, мне кажется. Я бы, может быть, будь мы в другом мире, я бы писал, причем, ну, не сам бы, ну, как бы, компилировал бы, чат-джепетишно, какие-нибудь выделали, там же вообще смысла нет, абсолютно никакого. потом попал бы в обзор к Денису Чужому. Да, да, блин, зэд-книги про попаданцев, мне кажется, ну, просто не бели, не бели жачи, типа, Путин попадает, там, на древнюю усе, бьет ящеров, сейчас бы на таком хайпе она была, вообще, столько бабок заработали. Ну, только их надо штамповать, как Донцовы, и будьте богатыми, абсолютно. Сообщение, следующее, от человека с ником, в техтук, китайцам. Привет, спасибо за вашу работу, я под большим впечатлением от работы Ненов Израиля, не только, как всегда, шикарное интервью, большое спасибо, но и умопомрачительное репортаж из очереди на выборы. Сначала я сам увидел в живую очередь в другой стране иммигрантов, которые видели 90-е, а потом осознал, что они везде. Ой, спасибо большое, мне супер приятно, правда, интервью, как мне кажется, получилось интересным, хотя мы с Абасом давно и много встречались в эфирах, но мне кажется, что мы смогли сказать что-то новое и сформулировать что-то новое, и Абас много рассказывал про себя, про свой жизненный опыт, про решения, которые он принимал, а и он, напомню, долгое время работал внутри системы, чуть ли не до последнего времени даже, можно сказать, работал внутри системы. Путинский выкормыш, получается. С печерой, я бы сказала, все-таки с 2008 по 2010 год, но и все это время, и после он работал в правительственных структурах, где-то в региональных, где-то работал на федеральную власть, но, в общем, да. Мне кажется, получился хороший разговор, посмотрели его, как обычно, что хорошо, больше хорошо, чем плохо, но тем не менее. Спасибо еще раз огромное, мне супер приятно, правда, для меня это был новый формат, репортаж из очереди я никогда не вела, да я вообще никогда ни на какие репортажи не ездила, но мне кажется, получилось неплохо, ну, во всяком случае, для первого раза уж точно. РР или ПП прислали нам донат с сообщением просто для стримов. Приятно, спасибо. Ё-моё, ищущий секса с Венедиктовым присылает нам сообщение. Здравствуйте, как вы относитесь к Джулиану Асанжу? И считаете ли вы его преследование покушением на свободу слова и политической репрессией? У него есть один состав, типа я говорил про это, короче, он в какой-то момент выложил документы без блюра о американских агентах, внедренных в разные организации. Вот, например, почему Америка узнала о том, что готовится теракт, и почему предупредила Россию? Другой вопрос, Россия с этой информацией ни хера делать не стала. Почему они узнали? Потому что у них есть внедренные агенты. У них есть внедренные агенты в ИГИЛ, у них есть внедренные агенты в Аль-Кайду, и много чего еще. Почему Израиль, например, проспал атаку, которая 7 октября была? Потому что как раз агентурная сеть стала сильно хуже у Израиля. Вот, и Ассанж выложил документы, где не были замазаны имена агентов. Ну, этих людей убили, скорее всего, причем в тот же день. И это пиздец. Ну, то есть, типа, я не могу такое оправдать, на мой взгляд, это уголовный состав. Вот, что касается в целом публикации информации секретной, ну, опять же, информация, информация розет. Там большая часть данных и скандала связанных с информацией, которую он публиковал, в том числе про НБ и про слушки, и это, на мой взгляд, хорошая, ну, типа, журналистская, расследовательская работа, свобода слова и все такое. Вот, поэтому такой персонаж, что называется... Специфический. Специфический, да. Есть там и плюсы, что называется, и минусы, но, как бы, извините, я, как бы, не могу найти оправдание тому, что ты своим действием убиваешь людей, которые реально работают на то, чтобы предотвращать теракты. Вот. Не. Просто, Иван, немного наивный вопрос. А зачем ИГИЛ убивать фанатов пикника? Чтобы что? Какая конечная цель? Окей, российская армия убивала мусульманов в Чечне и Сирии. Причем тут мирные, невинные любители пикника? Чего хотели добиться террористы? Не понимаю мотив. Ну, херово знаете, что такое террористы тогда. Их задача запугать общество. Они конкретно выпустили большое объяснение, почему и зачем они это сделали. Они написали, что мы убили очень много христиан, это покажет, значит, Путину, что вот нельзя, и покажет России, что нельзя уничтожать. У них нет идеи, что Путину насрать на людей. Вот. Они это делают не только в России, они это делают в европейских странах, то же самое было в Батаклане. Но это в целом история про терроризм. Террористы, как правило, уничтожают мирных граждан. Да, я имею в виду. Их борьба то же самое было и в Беслане, то же самое было и в Мордосте. То есть, как бы, воюют с чеченцами как бы в российской армии, а террористы убивают мирных граждан. И в этом, и поэтому я не готов там, типа, любых борцов, что называется, за независимость и за что-то сразу записывать великие мученики. Потому что мирные граждане здесь ни про чем. Чем бы вы там не руководствовались. Да, называли боевики ИГИЛ всех, кто условно живет в России и в европейской части крестоносцами. Поэтому у них был такой псевдорелигиозный мотив в том числе. А то, что пикник, да просто концерт был в этот день и все. Там совершенно неважно, пикник, не пикник. Удобная мишень. Плохая была организация внутри самого Крокуса. Ни охраны, ничего толком не было. Террористы, как мы теперь уже знаем, несколько раз приходили на место до теракта, проверяли и службу безопасности, и входы-выходы, и схему, и строение зала. Поэтому просто стечение обстоятельств в том числе. А чего хотели добиться, да, помимо всех остальных декларируемых ими целей, в том числе запугать, посеять страх. Дмитрий пишет. Ну и как же без доната про Руслана на канале у запрещенной фамилии в патрон-чате Майкла? Что, кто? А, Кац, это запрещенная фамилия в твоем патрон-чате? Ну, она не совсем запрещена, там в другом концепция, то есть я как бы писал, что ребят, хватит кидать какие-то оскорбления Кац и все такое, размышления о нем, потому что как бы нет этого человека после 6 марта и не надо, иначе я введу запрет. На самом деле комментировать не обязательно. Ну и как же без доната про Руслана на канале у Кац? Так, слушайте. Я еще не дочитала, подожди. На самом деле комментировать не обязательно. И так думаю, что будут донаты с вопросами. Вопрос. А, ну да, давай сначала про Руслана. Ничего не могу сказать, не знал об этом, ну то есть увидел за 2 минуты до стрима, ну Руслан не раб, и СИТ не рабы. Вот, меня удивляет только один здесь момент, что как бы уменьшение количества сводок было под предлогом того, что много работы, они ничего не успевают. Но как бы, ну может быть, больше людей стало, и стало больше времени на работу. Я не знаю. Руслан ничего не писал, да и не обязан. Опять же, у нас с ним нет никакого контракта об эксклюзивности, ничего. Он спокойно ходит и в breakfast show, и на то, что он ходит постоянно, и много куда ходит. Вот, поэтому, видимо, будет еще вот у него один такой еженедельный поход на канал к Максиму Кацку. Почему нет? Пусть больше людей знают о том, что происходит на фронте, потому что, ну я не знаю, я после 6 марта не знаю, о чем Максим на своем канале говорил, но до 6 марта как бы, как будто бы войны никакой уже и не существовало на канале Максима, по крайней мере, судя по обложкам. Вот, хоть в таком виде будет и то, наверное, хорошо. Вот, потому что я считаю, что чем больше людей осведомлены о происходящем, чем больше людей знают о том, что происходит на войне, вот, я знаю ценности Руслана, ценности Руслана, они как бы близки к моему пониманию того, каковы ценности адекватны в нынешней войне. Он тоже желает победе Украины, победе Украины, он тоже призывает Западу постоянно на, собственно, помогать Украине и прочее, прочее. Поэтому, ну то, что это будет транслироваться на большее количество людей, мне кажется, только в плюс. Вот, никакой личной обиды или еще чего-то у меня нет. Я надеюсь, что сводки с командой CIT будут так же в понедельник, среду и пятницу, как они были, потому что ни о чем другом меня, по крайней мере, не информируют. Ну не знаю, Руслана меня никогда не информирует, то есть, типа, иногда я узнавал о том, что сводки в какой-то день не будет из записи предыдущей сводки, ну и в конце организации вот того. У нас не будет сводки типа после завода такой. Руслана можно как-то чуть заранее предупреждать, ну хотя бы чуть-чуточку. Вот, поэтому как бы супер, я надеюсь, что это сотрудничество будет и для Руслана полезно, будет ли оно полезно для Максима Катсу, мне, честно говоря, не очень важно, то есть, у меня после 6 марта нет никаких вопросов к Максиму Катсу, нет никаких желаний его обсуждать, знать о нем и вообще что-либо, вот, потому что я как бы изменил свое мнение радикально по отношению к Максиму, но для аудитории канала Максима это большое, хорошее приобретение и я надеюсь, все у них получится и каждую неделю они будут. Я помню, что у Максима еще в какой-то момент он запускал еженедельный стрим из Касьянов, но они неделю две или три продержались. Что не так? Вот, ну там они, значит, были подсолнцем, что Касьянов это главный специалист в мире вообще на русском языке по международной политике и сейчас он всем расскажет. Вот, ну как-то не пошло, видимо. Я надеюсь, что с Русланом будет другая история, что это станет такой же там еженедельной, важной, концентрированной информацией, вот, которую Руслан умеет, соответственно, выдавать. Понятно. Продолжение доната. Вопрос, как жить без Навального? Уже больше 40 дней. Видел тело рационально, уже понял эмоционально. Честно, не знаю. У меня, ну как, есть какие-то вещи, которые можно продолжать делать на автомате, вот то самое расписание, которое уже организует тебя, а не ты его. Но у меня еще, ну, не пришло принятие. Я много об этом думаю каждый день, но нет, я не готова принять. Мне все еще кажется, что это какой-то супер хитрый план и что настоящего Алексея спрятали где-то, не знаю, в подвале, увезли на новую землю утопить снег и кормить белых медведей. Синяковки. Да, поэтому не знаю. не так себе представляются случившиеся. Не знаю, слушайте, так же, как и жили. То есть, как бы, да, очень жаль, что это произошло. Но не просто жаль, это неправильное слово. Для меня умер не просто человек, для меня умер не просто носитель ценностей, которые я разделяю, который во многом их во мне сформировал. Для меня умерла одна из вероятностей, один из вариантов развития событий, один из немногих хороших вариантов развития событий. Вот. И, как бы, это не поменяло, давайте так, смерть Навального не меняет те вещи, которые вы должны сделать. Она меняет контекст нашей жизни, она меняет надежду, которая у многих из нас была. Много чего меняет. Например, я считаю, что дальше вот это вот конкурирование за то, кто больше российский оппозиционер, вообще бессмысленно. То есть, как я говорил много раз, ситуация выглядит так, что если Алексей Навальный переживет режим Владимира Путина, то он будет человеком, который будет, соответственно, пытаться выправить Россию в правильное русло. Если Алексей Навальный не переживет режим Владимира Путина, то никто из тех, кто сейчас представляет с оппозицией или является оппозицией, не будет его в политической жизни России в будущем. Никого, никого из тех, кого вы знаете, из кого вы видите. Будут какие-то другие люди, эти не будут. Поэтому сейчас любая попытка там конкурировать за там электорат потенциальный или еще что-то, ну, это какой-то самообман немножко. То есть есть дело, которое делал Алексей, которое можно продолжать делать, которое подхватили, соответственно, ФБК, подхватила Юля. Это, собственно, добиваться наказания для тех, кто в том числе ответственный за смерть Алексея. Это добиваться мира. Это пытаться добиваться того, чтобы Россия стала нормальной страной. Это достойно. Это правильное направление усилий. Это то, чего хотел бы Алексей. Попытка что-то там опять укусить кого-то, бороться за вымышленные электорат. Ну, как бы не обманывайте себя. Уже этого всего как бы нет и не будет. Вот. Но это мое представление. Для меня это выглядит скорее смешно. Ну, как смешно? Грустно. Грустно и смешно. Но я уже не особо за всем этим слежу. То есть, я как бы войной занимаюсь и какие-то письма открыты, какие-то объединения опять, блядь, опять какой-то коррекционный совет оппозиции. Ну, мне правда, я смотрю на таких людей и думаю, ты дурачок. Точнее, не дурачок, дурачки те, кто на это ведутся. Потому что люди-то преследуют свои интересы. Подписчиков побольше денег подсобрать, продаться подороже и все прочее. Вот. у меня есть более, так сказать, люди, которые бесят меня больше. Меня больше бесит Илон Маск, например. Меня больше бесит Дональд Трамп. То есть, это люди, которые реально влияют. То есть, они действительно обманывают людей к собственной выгоде, но при этом они реально влияют на какие-то глобальные процессы. А здесь копошаться и копошаться, ничего страшного. Сообщение от... Давай только чуть-чуть ускоримся, ладно. Все, я блиц. Я только за, мне же надо Милова выложить, чтобы... Сообщение от... О, ты не выложил его до стрима, это приятно. Я никогда не выкладывал на его до стрима, у меня вечерний ролик. С утра они с водкой идут. Сообщение от пользователей с ником заслуживаете Путина, конечно. Да, да, да. Вопрос номер один. Зачем вы наехали на надсхваточного у НП журналиста Барабанова? Теперь у вас репутация в их тусовке будет как у Миловой или как у ФБК. Представляете, сколько теперь будет войны? Мне давно. Давайте я быстро расскажу. Короче, я не наезжал на Барабанова. Появилась заметка в русской службе БВС, где было написано, что террористов было на 4А6 и, значит, один был убит в Крокусе, один в Брянской области. Я сразу понял, что заметка, она была на источниках, и я написал Илье Барабанову. Илья, привет. Слушай, если ты не занят, у меня пара вопросов есть, то есть не сходятся. Вот. Ну, неважно. Короче, дальше у нас была с ним переписка, в которой мы оба пришли к тому, что, ну, окей, ему неинтересны мои соображения, а я не верю его источникам. На этом мы разошлись. Я написал пост, без имен, без всего, просто почему мне эта заметка в русской службе не представляется правдивой. Ну, потому что ее обсуждали. Обсуждали, что вдруг были еще действительно террористы и прочее, прочее. Я просто привел свои аргументы, почему это не так. Вот. И после чего, чего я не знал еще сутки, Барабанов написал пост, в комнате, вот, значит, постеров к службе BC. И он начал, он такой же в твите сделал, типа, давайте не игнорировать, в комнате Майкл Наки долбоеб, что-то такое. Вот. Я про это не знал, мне про это никто не сказал, я, как бы, совершенно спокойно продолжал дальше жить. И вот, где-то через день мне об этом сказали, я посмотрел, он пост уже удалил этот в твиттере, я написал небольшой тред о том, почему, как бы, я считаю, что профессиональные журналисты, они, конечно, все молодцы, источники, это здорово, но они, как бы, периодически не дружат со здравым смыслом, и это не очень хорошо. Вот. Потому что на тот момент прошло уже три, по-моему, дня, и все еще не было никаких следов там. Ну, для меня, почему сразу теория развалилась? Потому что вы представьте себе шесть мужиков с автоматами, которые едут на Руно Симбл. Все. Больше ничего не надо знать для того, чтобы понимать, что мент, который, ФСБшник, точнее, насколько я уже понял, который рассказал это Илье, просто пиздобол. Ну, как бы, и все. Тут не нужно обладать семью, опять, во лбу. И все. Как бы, я написал этот тред, а потом, ну, как бы, списался тоже с барабаном, без каких-то претензий, типа, сказал, что, ну, некрасиво так как-то за спиной говорить. Тем более, что я тебя нигде не оскорблял, вообще не упоминал. Он сказал, что, типа, сори, был такой эмоциональный стаг, не все, мы разошлись с миром. Поэтому у нас нет с ним конфликта. Но что касается глобального, там, условного моего восприятия в этой всей тусовке, как бы, оно давно такое, потому что, как бы, я не уважаю авторитеты. Я не считаю, что, возможно, журналистика на одном источнике, тем более, я не считаю, что, возможно, журналистика на источнике, да, твой источник менты или ФСБшник. Вот. Ну, и, как бы, рассудить нас можете сами. Вот сейчас 31 марта, что как там, со следами убитого террориста в Крокусе и Брянской области. Нашли 5-го и 6-го террориста? Что-то, мне кажется, что нет. Вот. Такие дела. Поэтому я к барабанам хорошо отношусь. Он хороший специалист по Вагнеру. Мы с ним даже записывали видео об этом было. Я большой, хороший профессионал по этой теме. Вот. Ну, как бы, не конкретное обращение к Ильину, ко всем журналистам. Слушайте, хватит делать новости на одном источнике. Это безумие. Причем грешат этим как русскоязычный журналист, так и западный. Прекратите. Ну, это просто, это позор. Просто прекратите. Вас дурят, вас используют. Андрей Перцев, яркий представитель тоже этого говна. Типа журналистики на одном источнике. А, нет. Что? Изображение пропало? Действительно пропало. Получается. Раз, два, три. Но звук есть. Так, почему? Возможно, камера перегрелась. Пойду посмотрю. Говори пока что. Сейчас, минутку, друзья. Извините. Спасибо большое всем, кто написал, особенно Тим Скотт. А, ну ты задел броу. Ты зачем сюда ходил? А, это я все испортила. Ну да. Извините, пожалуйста. А, ну ты, если вы видите, простите. Простите, я все, оказывается, испортила. Рассказываю, что было за кадром. Я в немножко таком... Ну, подкаст. ...состоянии, да, нервном, поэтому мне надо постоянно что-то делать идти трогать руками что-то. И передо мной лежал мой разрядившийся пауэрбэнк, который настолько меня раздражал тем, что он уже разрядился, что я пошла его... Что ты решила? Так не доставайся же ты никому электричества. Я отключила камеру, да? И пошла, соединила его прямо в розеточку, которая, судя по всему, была камерная. О, там, да. Ничего не виден. Все, все. Короче, и выклюдел тем самым все весь стрим. Извините. Но еще я принесла вам похвалиться своим маленьким новым увлечением. Но вам я его покажу чуть попозже. Вопрос номер два. Готов? Да. Пишет, ушла, не но ушел свет. Все так. О, нет! Давай, у нас 20 минут. Быстро. А еще мы сейчас хотели загреметь. Да, быстро загреметь. Как оценить ущерб экономике с синими... Ой, слышишь? Да. Там бубан завелся. Давай, давай, давай. Как оценить ущерб экономике с синими эшниками из-за оттока трудовых мигрантов в Средней Азии и зачем они это сделают? Говорим об этом с Владимиром Иловым чуть-чуть. Пока никак. Буквально через полчаса, когда будет сводка, вы можете узнать ответ. Да. Вик, Майкл, я ваш подписчик. Спасибо вам за деятельность. Извините, несколько видео триггерило ваше оппонирование ему про 37,5. Ему это кто? Путин. А, справедливости ради, он говорил свыше 50%, что математически не противоречит. Вы говорили, что не очень способны в математике, так что это просто для улучшения контуры. Да не, я не считаю, что вы правы, потому что зачем говорить 50? Ну, выше 50 сколько? 51? 50,5? Ну, это чушь какая-то. Вот, поэтому берем за основу 50, 50, 37,5. Мне все это кажется забавно. Вот, но если у вас этот триггерит, я вам сочувствую. Тон пишет, к предыдущему спичу про дом. Сам родился в Сосновом Бару, долгое время прожил в СПБ, а сейчас Ташкин. В СПБ приезжал пару раз повидаться с родными, но уже есть ускользающее чувство дома. Обиденник на душе. Мне, наверное, так, потому что у моих родителей такой ценности даже не было. Типа, мы с мамой много переезжали, вот, и как бы... Ну, а дом бабушки рядом с заводом тяж-промарматуры меня никогда особо не впечатляло. Да-да-да-да. Вот, поэтому как бы возможно в этом дело, что никогда не было такого, знаете, зафиксированного места. Вика Днебр пишет, привет, любимые семейства. Так много хочется обсудить, и так мало в этом смысла. Ю.Л. Цитата. Тысяча уголовных дел, заведенных на Росвоенных, за военные преступления, заведены на угоду по репсу. Да ты не охренела, Арестович, блять, за сколько тебя купили. Позорник. Почему Ютуб мне их пихает? Массовый психоз. Нам пиздец, завтра уже точно пойдут на сувалки. Вон в Беларуси пять тысяч хирургов мобилизовали. Кем пойдут? Чем? Ты что? Их 140 миллионов. Первый опыт психологам повезло с психологом-футинистом. Спасибо, что вы у меня есть. Спасибо за адекватность. Это, увы, редкость. Обнила. Спасибо вам, да. Ну, Алексей, конечно, говорит, ну, я не знаю. Ну, хуже таких людей только их фан-база какая-то, ну, мне немного написали, человек два написали, когда я упомянул про Арестовича, его одно заявление абсолютно лживое. Значит, мне написали, что, типа, Майкл, да вы ничего не понимаете, это Арестович, и я говорю, ты где-то нахуй. Вот, и всем так говорю всегда, когда люди просят, не спрашивай, что ты на меня советовала. Но, конечно, это поражает, и у любого, у любого самого, я уверен, у меня такие есть, ну, кто-нибудь что-нибудь скажет плохое про меня, они потом идут в личку и такие говорят, вот, вы не правы, там, Майкл, хороший, не надо так делать, пожалуйста, мне не нужны фанаты, мне не нужна паства, мне не нужны вот люди, которых ты гипнотизируешь, и они потом идут там, значит, не знаю, где-то пытаются везде написать, что, тебе нужно? А гречка вот тебе нужна? Гречка, да, и рисква, и пшениква, вот, не, это замечательный комментарий, вот, поэтому, ну, это, конечно, утомляет немножко, но не сильно, потому что, как бы, в соцсетях я уже особо не сижу, времени нет, работы много, вот, но Арестовича, тоже есть вот какая-то такая маленькая фан-база, которая, он, я не знаю, он будет рассказывать, что Путин, он уже рассказывает, что Путин велик, он уже же там говорил, да, Путин, он говорит, право либерал, и вообще желает нам только добра, ну, я, блядь, не знаю, но этот человек вот рассказывает вам, когда это россияне, мне похрену, а когда это украинцы, он вам это рассказывает, ну, вот, тем, у кого 20% страны отхерачили, продолжают бомбить, он вам рассказывает, какой Путин замечательный, какой Запад плохой, нормально, вкусно, не это самое, не давитесь, ну, то есть, я не знаю, а почему Юлия Леонидовна продолжает, типа, его пиарить, и, умышленно, но процесс, очевидно, идет, когда ты долго разговариваешь с человеком таких взглядов, и считаешь, что, как бы, он, я не знаю, прав, великий, или что-нибудь такое, ты сам потихонечку начинаешь, оттуда ее замечательные твиты, за которые она там хоть еще 20 раз может извиниться, но это не особо поможет. Мир полон загадок, хотя здесь разгадка простая, к сожалению. Деньги? Нет, глупость людская. Вика Днепр пишет, удивилась, что расстроилась из-за Крокуса, думала, что сочувствие к россиянам вам не умерло, но нет, детей очень жаль. Спасибо Дживсу, теперь можно 10 часов кайфовать с любимым Бэшем. Майкл, огромное спасибо за помощь Украине, спасибо за твою работу, на самом деле, такую работу и врагу не пожелаешь. есть такое, ну, не то, чтобы я прям много делал, хотел бы больше, мы что-то делаем. А про Крокуса, ну, слушайте, не знаю, мне кажется, вот прям сложно довести себя до состояния, когда ты такой, я желаю смерти всем людям этой этнической группы или на этой территории суши. Эмоционально в моменте, наверное, да, а вот прям как призму, ну, мне кажется, это какая-то большая работа должна быть проведена. И, наконец, последнее сообщение в Digital Docu Максим Темпера. Всем добра, Нина и Майкл, любовь и уважение. Майкл, как насчет дебатов со Штефановым по вопросу репарации? Он считает, что репарации платить не нужно, полагаю, что эта идея вредная. Последние дебаты со Штефановым по вопросу Крыма на холоде получились содержательными, но оппонент был слабоват. Нет, спасибо. Да. Понимаете, мне не кажется разумным тратить время и силы на бессмысленную деятельность. Вам не похеру, что о репарациях думаю я, Штефанов, кто угодно еще. Скажите, на что это влияет? Можете мне кто-нибудь объяснить? Или на что влияет вопрос, надо ли отдавать Крым Украине, когда его обсуждают, типа, российские оппозиционеры. На это на что влияет? У этого есть какая-то практическая плоскость? Это не будет решаться на YouTube-канале холода, и зрителями холода решаться это не будет. И мной это решаться не будет, и вами не будет. Друзья, ну правда, мне не кажется, что есть смысл вообще в дебатах, да вообще, честно говоря, в дебатах. Ну то есть, я вообще глобально вижу дебаты эффективными в моменте обсуждения принятия решений непосредственно в государстве по тем иным вопросам. И когда они могут, это постоянно происходит, дорогие друзья, как только она начала эти мобликации, просто каждый раз, каждый раз, в прошлый раз это было на кухне, я сразу крикнул, держи бубана, она взяла бубана, я собирал эти маленькие чайнички, типа, это самое вредное хобби, если у вас есть животное, не заводите его. Это какая-то полная, ну как бы, я, вот я стреляю, например, и как бы, я еду в тиры, стреляю, знаете, сколько раз это приносило кому-нибудь дискомфорт? Ноль. Ни одному человеку и ни одной собаке это не угрожало. Ну ладно. Так вот, дебаты в нынешнем контексте просто для усиления, мне кажется, довольно бессмысленной тратой времени. Будь у меня время и будь у меня желание, с удовольствием, у меня нет ни времени, ни желания, ровно потому, что это бессмысленное какое-то абсолютно мероприятие. А любой человек, который прошел через парламентские дебаты, которые как спорт, да, британский формат, тот ненавидит любые публичные дебаты, потому что публичные дебаты не имеют отношения к логике аргументации. Это соревнование манипуляции, которое мне не близко. Вот. Но как бы я желаю всем удачи и Штефанову, и не Штефанову, и всем на свете. Пожалуйста, кто хочет, кому нравится дебатировать. Я могу дебатировать, только когда у меня есть конкретная цель. У меня вот была конкретная цель, я как бы поехал и этой цели, как мне представляется, достиг. Возможно, это совпадение, возможно, это не совпадение, но ровно то, ради чего я ехал, оно как бы случилось. Поэтому, когда цели нет, когда есть просто желание поразвлекать как бы толпу, и то довольно ограниченное, мне не кажется, это нормально. Меня звали же, ну, как бы, вот в эти дебаты со Штефановым меня и звали. Меня до этого звали дебаты с Кашиным по можно ли помогать, значит, ВСУ. Можно ли помогать ВСУ. Он там в итоге поучаствовал в этих дебатах. Меня звали, я не знаю, я не смотрю уже их. Вот. Потом меня вот звали на эти со Штефановым, я все время говорю, нет, спасибо. Но даже если бы я согласился на дебаты и на все вот это вот, я бы не работал на площадке холода. Ну, просто потому что после того нашего синего взаимодействия в рабочем пространстве, потому что, ну, лично-то я отношусь к большому количеству людей с холода хорошо, но после нашего взаимодействия в рабочем публичном пространстве я не могу, к сожалению, взаимодействовать с холодом и не буду. Вот. Поэтому видите, как много ступенек отделяет нас с вами от моих дебатов с кем-либо. Увы, ях. Продолжаем? Да. Чуть-чуть осталось. Да, причем я так поставила, что не видно. Какой в этом смысл тогда, я не понимаю. Эрик пишет. Вот, видишь? Не видно их, только... А я еще не решила, я хочу показывать. Эрик пишет. Не считаешь ли ты, что концепт военных преступлений себя изжил? Пишу, что Руслан Левиев видит работу своей команды именно в запечатлении он их, но, по-моему, нет никакого смысла ссылаться на международные институты, когда они делают... когда они не делают ничего в данный момент. Убийство гражданское. Концепт военных преступлений не жил себя, он никогда не существовал. Потому что международное право не обеспечено механизмом принуждения. В любой форме. Только постфактум. А постфактум и так наказание может быть в том числе на национальном уровне и победившей страны. Вот, поэтому... Ну, как бы... Кому что нравится, тем, кто нравится. Как бы... Ну, запечатление военных преступлений довольно важно, потому что часть, как минимум, военных преступлений это... Собственно, они не только с юридической точки зрения, там, аморальной и все проще, но и с точки зрения чисто человеческой они дают представление о происходящем. Часть нет. Но моя позиция, мне кажется, уже всем широко известна. Переходим в суперчат и потом быстренько отвечаем на вопросы. На два вопроса. В суперчате у нас два сообщения от прекрасной, замечательной, потрясающей Елены Портье, которая пишет «Привет, конечно, скучали, как же Бубас Гафлямов выросла». Бубас Гафлямов. Любую и уважаю. Спасибо большое. Кей-кайф какой, спасибо. Зачем вы дали фамилию Абаса Галямова? Потому что мы обсуждали Абаса Галямова в этот момент. Ну, у нее моя фамилия. Я не Абас Галямов. Эля Дронов нам просто закинула почти 18 шекелей. Спасибо большое. Твои фанаты из Израиля. Не только, что это в Израиле много фанатов, я рад, что эта поездка прошла хорошо, потому что, будем честны, я ненавидел эту страну. В основном из-за того, что эта страна не хотела ее пускать на границы. Это каждый раз было очень унизительно. Да, все разы, что вы ездили до этого. Но сейчас все прошло хорошо, и Нино там даже потихонечку как-то... Освоилось немного. Освоилось, да. Мне огромный респект прекрасным девушкам, которые классно себя вели по отношению ко мне и моей коллеге. Это было супер приятно. И мы переходим. Не смысл ли все израильские женщины конкретно на границе? Ну блин, что ты вдруг там есть плохие... Игущаешь краски. Я говорю конкретно лично большое спасибо этой замечательной пограничнице, которая... А ты упомянула, что я про пограничницы? Тогда я пропустил, прости. Мне казалось, что... Ну да. Я не знаю, может быть. Я уже с ума сошел. Не обращай. Я тоже, видимо, не очень нормально себя чувствую. А что ты красивый, живьем на записи. Ой-ой-ой. Во-первых... Гречка решительно уничтожила вообще. Паста проиграла гречку. Блин, жрать захотелось. У меня по выходным нет коробочек. Сейчас мы скоро... А ЧД я решил, что у меня будет один, а не два все-таки. Поэтому я не буду жрать паста. Конечно, то ли... То-то в твоей жизни мало ограничений давления. Ну я хочу досушиться. Все. Переходим к вопросам. Да переходим. Завершаем. А подожди, интересно, если я завершу сеанс, у меня все исчезнет, наверное. Хороший вопрос, пока не надо. Не надо тогда завершать, пока сеансы. Быстренько. Вики Литтл. Майкл, как вам удается нас так хорошо под... А что это было? Типа... А, это же... Вопросы и сообщения, да. Это вот оно? Это мои вопросы? Нихуя я не понимаю, который будет. Ладно. Погнали. Лорд, как вы отдыхаете от работы? Игры, тир, картинг. Ну весь набор детских развлечений, типа дня рождения, лет 14. Собираю маленькие модельки. Это у нее... Это аквариум с рыбкой. У нее хобби очень... Это маленький... Глубокий, но... Маленький тортик. ...ситуативный, да. Я жду, когда это пройдет, потому что это, конечно... До этого было лего. Да, до сих пор коробка стоит, только не раскрытая в коридоре. Еще много хожу, но это потому, что надо часто гулять с бубаном. Это как бы в любом случае меня отвлекает от работы. Антон пишет. Будет ли Руслан у Майкла или теперь только у Каца? Я никаких сообщений о том, что Руслан больше не будет на сводках сети, на канале не получал. Поэтому надеюсь, что все будет как было. Юлия ЛП. Что думаете про левое движение, Вестник, Буря, Рабкор и так далее? Что я уважаю любые хобби людей и фантастические миры, которые они конструируют. Они пока не проявили себя никак в работе, как мне кажется. Ну так, чтобы это было заметно. Кратковкоед. Если бы в 2000 году президентом стал другой человек, страна пошла бы по другой дороге? Ну, черт его знает. Собственно, бомба была заложена в 93-м при принятии Конституции, потому что там было формирование суперпрезидентской республики, извините, суперпрезидентской формы правления. Но Путин, конечно, редкая мразь. Ну, то есть, скорее всего, человек любой другой, даже если бы попытался эту узурпацию предпринять, делал бы это чуть иначе, чуть заметнее, и можно было бы этому активнее и успешнее противостоять. Путин КГБшник. КГБшники все уроды. Ну, то есть, как бы, без исключения. Поэтому я думаю, что есть и объективные предпосылки, и есть, конечно, человеческий фактор, который у Путина с его комплексами, с его КГБшным прошлым, они сыграли свою роль, причем сегодня. Как ты думаешь, это является нарушением правил? Что? Рад вас видеть, рад видеть Бубана, но с вознаками вопроса. Нет, человек задает вопросы себе и нам. Не знаем Труман Продакшн. Вам видны. Морфеус пишет, сможете сделать канал, как Фейгин Уорлд, на основе искусственной интеллекта, чтобы вас услышали, не только русскоговорящие. Почему вы думаете, что его еще нет? О, вау. Блин, на самом деле, сегодня немножко дело сдвинуло. Ну, во-первых, вы и про него не узнаете, потому что спалить перед русскоязычной аудиторией зарубежный канал, типа на другом языке, это значит убить его. Но сегодня мне поступил один запрос, который, возможно, я смогу конвертировать. Я давно над этим думаю, естественно. Просто физически нет на это ни времени, ничего. Но, собственно, есть нейронки, которые делают неплохое качество и которые можно редактировать дальше. То есть мне нужен редактор, нужно платить за саму нейронку, это много, и нужно обложки заново написать. Короче, это требует вложений, но как будто бы перспектива в этом есть. Продолжаем. Вы смотрели, капитан Волконогов бежал от Евгения. Не успел еще. Там прямо цитата Майкла насчет убийства на войне. Не, не смотрю. Не смотрю. Она уже до убийства на войне вышла. Да. Артем Егоров, пугает ли вас поведение людей из оппозиционного, в кавычках, пузыря, где в моменты кризисных ситуаций развиваются теории заговоров на уровне Михалкова или это маргинальное медскость? Да это люди этим, ну, вы про Марка Солойна, но он этим всегда занимался. То есть, слушайте, у него каждый раз это. Я даже не вижу смысла это обсуждать. Каждый раз... Это смешно, что он бегает потом по комментариям разных Ютубов и требует удалять эфиры, где про него что-то говорят. Да я пошел... А я даю вам 24 часа. А я даю... Ну, ладно, я не буду совсем уж грубить, человек все-таки не молодой, но как бы... Сами можете додумать, что я и куда даю, но Марк Солонин занимается этим годами, и я не вижу смысла это обсуждать. У него там и самолет сбили, с польскими этими лидерами специальные, и что только нет. Ну, слушайте, как бы... Задавайте себе вопросом, когда видите экспертизу от любого блогера. Откуда у него эта экспертиза? Я, во-первых, всегда, например, обозначаю, что я не эксперт в тех иных новостях, но если о них принимаю судить, я объясняю, почему я вообще могу что-то знать. Я говорю, там, я два года слежу за войной, мне пришлось изучить, как работают те вещи, как работают другие вещи, и прочее, прочее. Вот, когда вылезает Марк Солонин, который какое вообще отношение имеет? К военной аналитике? К истории, на которой он постоянно претендует? Ну, то есть, мне кажется, это просто нелепым. Веллер такой же абсолютно. То есть, это вот какой-то клуб немолодых людей, мнение которых почему-то какое-то количество фанатов разделяет и несет в массы. Маргиналы, как правило, обладают самой преданной фан-базой, которая не многочисленна, но активна. Вот у Светова такая, например, которая просто заебет вас в комментариях, в твитах. Поэтому я всю эту баню нещадно всегда. Это обычный человек 100-150, который бегает друг друга, лайкывает, типа пишет. Вот и у Солонина, и у остальных вот этих всех конспирологов. Это не очень интересно. При этом есть люди, которые, ну, правда ошиблись, которые поначалу там принят что-то за что-то. Саша Плющев в их числе тоже, там, Ваня Жданов. Ну, Саша Плющев вообще склонен к конспирологии. Он не очень. Да, да. Ну, у него, я напомню, до сих пор этот жив. И не стыдится. Зэк, которого кувалду убили. Нужен. У него нужен до сих пор жив, насколько я понял. Надо спросить, кстати, он как, вот у него жив или не жив. Вот. Саша склонен к конспирологии, но надо отдать ему должное. Он вот в случае, если прям... Его можно переубедить. И это хорошо. Вот. А есть люди, которые действительно выпускали там каких-то видосов, постов, где типа, а вот действительно подозрительно, но как бы через 2-3 дня, когда уже даже там типа подключились вообще все расследователи Захаров, Грозев, Доброхотов. То есть, если вы считаете, что ПСБ купило Захарова, Грозева и Доброхотова, я вас поздравляю, не осталось расследователей, которым вы можете верить. Вообще. После этого как-то все уже там попустились, начали такие, ну вот там, типа, каждый имеет право быть конспирологом, надо задавать вопросы туда-сюда. Вопросы задавать можно. Нельзя игнорировать ответы, которые вы получаете. Ну, а есть какие-то исторические такие чуваки, типа Солонина, типа Веллера, типа этот, который, что Немцова Яшин убил. Илларионов. Илларионов. Вот это, ну, это просто, слушайте, ну, что их обсуждать? Ну, это правда чуваки, которые просто бегают, разгоняют всякое дерьмо в уши своим зрителям и радуются с этого. Ну, как бы, я мог бы сказать без негатива, честно говоря, с негативом, но не очень большим, потому что, на мой взгляд, глобально это ни на что не влияет, кроме того, что крадет время у тех, кто реально делом занят. Татьяна Р. Привет вам. Была, к сожалению, в Крокусе. Не хотите сделать... Ужас какой, Татьяна. Да, слава богу, что вы живы. Не хотите сделать ролик о том, что могут сделать те, кто там был, куда писать жалобы и какие компенсации требуют? Не владею материалом, и я не думаю, что в современной России это сильно возможно, компенсация еще возможна, а жалобы прям на действия силовиков в современной России невозможны. Но я, к сожалению, в этом смысле, не находясь в том числе в России, сложно как-то координировать деятельность внутри вот этой вот части. Поэтому лучше, наверное... Обратиться в правозащитные организации. В правозащитные организации, да, или к каким-то публичным спикерам, которые еще... Ну, публичных спикеров не осталось, которые могут еще что-то сделать. В правозащитных организациях да, скоординироваться с другими пострадавшими. Вот. Вот. Надеюсь, вы сможете когда-то пережить этот кошмар в своей голове, и я не представляю, что вы чувствуете. Я думаю, это просто чудовищно. Отвечаем на следующие 10 вопросов. Да. Денис Р. Что думаете про Шенген в Болгарии? Не является ли это калитками Европы для всевозможных ГРУ и ФСБ, причем с весьма мягкими визнами требований? Этих калитков Европы, как, так сказать, все же забанили. Валгарии, к сожалению, ничего не решает. К вопросу о калитках, послушайте, пожалуйста, мое последнее интервью с Андреем Солдатовым на популярной политике, где мы обсуждаем кейс Яна Марсалика, который в открытую в Австрии собирал информацию про Христа Грозева и его семью, и австрийские спецслужбы знали, что это происходит, но ничего с этим не сделали, потому что, ну, мало ли. Он может собирать информацию. Или недавнее расследование про Чехию и вот эту вот разветвленную сеть купленных России депутатов. Поэтому не там смотрите. Даниил Бельмас, PUBG или PUE стремить будете? Что такое PUE? Не знаю. А PUBG что такое? PUBG я знаю. PUE R-Sanom Battleground. Это такой, как это сказать, забыл слово. Last Stand. Что это не Last Stand, они называются? Я забыл слово. Ну, короче, когда 100 игроков выкидывает и до последнего оставшегося. Блин, как я забыл. Как я забыл слово, слушайте. Не, не надо спрашивать, это надо вспоминать. Я читал, что для тренировки мозга, это надо вспоминать. В общем, читай дальше, я буду вспоминать. Ну, короче, в папке я могу поиграть, что такое PUE, не в курсе. Димон Димон пишет. Здравствуйте. Вопрос. Давай огромные сроки за листочки, подписи нет войны и сажая на малые сроки убийцы-насильникова. Власть разве не открывает ящик Пандоры для более насильственных методов борьбы. Открывает, но ей насрать. Она рассчитывает всех запугать. Батл-рояль. Батл-рояль. Что-то довольно давно происходит уже с... Да, да. Ну, как видите, их расчет пока работает. То есть, действительно, настолько удалось запугать общество, что... Хотя как работает? Ну, как бы, где-то работает, где-то не работает. Смотря откуда мы и все. Понимаете, базовая аудитория, которая против выступает Путин и все такое, это аудитория такого, скорее, европейского толка, Алексея Навального живым, оно в том числе и меня удерживало в рамках ценностей, которые отрицают возможность насилия, возможность вот этого всего. Ну, сейчас Алексея не стало, я не знаю, ну, как бы, другие говорить не могу, но мои ценности несколько изменились. Агусте, когда Бубочка ведет себя плохо, вы как-то ее наказываете? Ну, как видите, сидим с ней, терпим. И ведет ли она себя плохо? Вот прямо сейчас. Нас грызет. Поделитесь своим опытом, пожалуйста. Нас грызет прямо сейчас. У нее два ряда зубов, очень острых, очень больно. Мы решаем эту проблему на следующей неделе, надеюсь, мы ей все сделаем. Слушайте, я не могу сказать, что она прямо как-то суперплохо себя ведет специально, и в любом случае, собака, когда ведет себя плохо, это не для того, чтобы вас разозлить, это значит, что она не может справиться или со своей какой-то возбудимостью, или есть какая-то проблема, или какой-то дискомфорт для нее. Что происходит? Я стараюсь ее успокоить, я ее стараюсь тренировать, учить, я много с ней провожу времени. Вот видите, она кусала, но сейчас немножко успокоилась, и я ее успокоила, и покладила, она совершенно спокойно сидит, и нормально успокаивается. Мебель она, слава богу, не грызет, она чуть-чуть погрызывала, когда она была совсем маленькая, но это были вот такие деревянные ножки дивана, с считыванием которых мы узнали только, когда заверебили. Да, она что-то под раковиной какую-то деревяшку там грызет, я даже не понимаю до конца, что именно. Ну, там тоже какая-то, короче, Но я довольно, она довольно быстро переключается. Да, тапки она не грызет, она грызет только шнурки, и вот только что она... Я, кстати, перестал вручную. Я сгрызла шнурок от моих штабов. Но я, честно говоря, иногда даже не меняю такие шнурки, потому что неприятно носить с собой воспоминания о бубане. Короче, если вы меня увидите в разодранных шнурках, это не потому что я... Панк. Да, потому что просто эти шнурки напоминают мне про бубочку. Да, бубочка скорее вам про это самое, про лижет дыру кости, вот сейчас она ровно этим занимается. Про опыт, да, ну, в любом случае тренировки хорошо помогают, если собака бесаюбит, это значит, что у нее просто очень много энергии, надо с ней погулять, и надо как-то ей эту энергию помочь выразить. Очень много классных рилсов у кинолога, с которым мы занимаемся. Есть у меня в инстаграме в подписках, называется Пес Институт, и он как раз, и Егор, сейчас снимает всякие рилсы, как ему быть с двумя собаками. У него там сумасшедшая какая-то. Малинуа и Бигль, что вообще как бы абсолютно термоядерный дуэт. У Малинуа сейчас произошел откат, они много переезжали, поэтому откат в поведении, и собака не может теперь уже оставаться одна, и учитывая, что это Малинуа, от нее, короче, много и шума, и последствий всякого остального. Поэтому, пожалуйста, вооружайтесь знаниями, это вам очень поможет, и мне это тоже очень помогает. Татьяна Нищук, на днях посмотрела моменты или помни фильм Нолана, не в первый раз, но сейчас как-то совсем по-другому пошло. Ваше мнение о фильме. Я не помню его, да. Миля пишет, здравствуйте, Ниной Майкл, какие районы Москвы вам нравятся, каких бывали, скучаете ли? Ну, Нино, классный был район на Дмитриевской, где был такой переулок, как будто бы... Менделеевская. Менделеевская. Как будто такой, попадаешь в Европу немножко, и там куча петейных заведений, просто мы периодически туда ходили, но я там нажрался, как скотин. Это было классно. Мои любимые районы в Москве это Новослободске, Менделеевске. Собственно, в последний год я жила там, и это было потрясающе. Это был лучший год в моей жизни. Поэтому я обожаю Новослободскую, я люблю Маяковскую, Белорусскую, Белую площадь обожала. Тверская мне нравилась. Я вообще любила все. И Третьяковская. Я вообще весь центр обожала. Я вот не очень любила Царицыно, ВДНХ, куда надо было далеко ездить. Ну, ВДНХ в детстве любила, в подростковом возрасте. В каких бывали? Ну, мы немного работали, поэтому часто курсировала просто там, как трамвай, Боровицкая до университета, Арбатская до работы и Дмитровская до дома. Скучаете ли? Ну, по воспоминаниям, как я уже вначале говорила, что от того, что было, остается только воспоминания. Сэм Браун, из какого вы города? Ну, я родилась в Москве. Не, я в Москве. Веки Литл, как вы справляетесь эмоционально со всем, что происходит? Слава Украине. Героям слава. Читайте в моей книге никак. Эмоционально отключаюсь, переключаюсь, ухожу с головой в какие-то маленькие штуки, хобби, развлечения. Иногда это буквально... Маленькие штуки, Буквально. Фрибокер пишет. Нино, вы чувствуете свою ответственность за ложь, проговариваемую, интервьюируемым, которую вы не опровергаете, хотя бы в стиле дудя титрами, а аудитория ведется на уважаемого спикера. Мне интересно, что именно вы имеете в виду, потому что я... Нино, довольно активно оппонирует. Не оппонирует спикеру. Конечно, если мы говорим про прямой эфир условно в рамках формата «Честное слово», то довольно сложно в моменте, особенно если это экспертное интервью, оппонировать, не знаю, условно экономисту. Я в экономике практически ничего не понимаю. Не, ну, одно дело не знать, а другое дело знать и не оппонировать. То есть, когда не знаешь, ты для этого эксперта и зовешь. если вы имеете в виду условно, там, не знаю, интервью с Дмитрием Львовичем, то это вообще отдельный формат, как мне кажется. Дмитрий Львович, мне кажется, вообще ничего не утверждает. Он как бы плывет и плывет. Он всегда рассуждает в эфире. Остановка по кайфу все время. Вообще, честно говоря, я бесконечно благодарна Дмитрию Львовичу за то, что он с нами два года и больше на популярной политике. Прямо проходит. Для меня это стало очень важной традицией. Каждая пятница такой, знаешь, такой мой небольшой якорь. А про титры, ну, слушайте, опять же, есть вопрос. Я сказала, что я хочу только разговаривать с людьми. Я не хочу заниматься титрами и всего остального. А, мне кажется, я не боковую. Да, ну, сейчас я вообще с ней сейчас пойду гулять на большую прогулку. И последний, ладно, последний вопрос был в двух частях. Точнее, предпоследний пусть это будет, а последний будет уже Альвидоса. Лея пишет, часть первая, добрый день. Такая ситуация вышла. Одна моя студентка гуляла на улице эмоционально, что-то рассказывала подружке с матом. Оказалось, сзади шла некая преподавательница. Остановила, наругала, более того, сказала ей, что надо почти, цитата, в дурку. Что бы вы сказали на месте студентки? А на моем? Я была удивлена реакцией другого препода, но слов и не нашла. Я всегда преподавателей на место ставил. В любых школе, в институте меня вообще не колебало. За это меня ненавидели. В лицее у меня были классные преподаватели, они такой кернёй не занимались. То есть, можно как-то вежливо об этом сказать на месте преподавателя. Или даже с шуткой и всё такое. У меня даже случаев таких не было, потому что я пресекал такое взородыш. У меня был один преподаватель в институте, замдекана, который стебался над моими однокурсниками в нашей группе. И как бы меня это вообще не устраивало, поэтому я начал стебаться над ним в ответ. Поэтому он ждал 4 года, чтобы попробовать не насолить, но по итогу у него не очень пришло. Вот. Я, ну, как человеку, которому это сказали, ну, как бы, я бы и послал, и пошёл бы пиво дальше пить. Ну, не знаю. У меня в студенчестве не было столько уверенности и опоры в себе. Конечно, это супер неприятно. Я бы хотела в своём идеальном мире сказать, что простите, мы вас не приглашали к разговору, или я в своё личное время могу заниматься, чем хочу, и не ваша ответственность, чистота моего разговорного языка. Но, не знаю, я бы, наверное, остушевалась на месте студентки. А как преподавательница тоже можно же всегда найти слова, чтобы как-то отстоять границы и сказать, что дорогая, не знаю, Татьяна Ивановна, это не ваши студенты, спасибо за бдительность, но я сама буду ими заниматься. Ну, справедливости ради, я, например, на улице сам своих друзей одёргиваю, потому что как бы в пространстве, где могут дети находиться и всё такое, ну, не даст соврать, то есть даже мы вот уже взрослые лбы, и даже когда мы с какими-то там друзьями, всё прочее, ребёнок, ребёнок, там даже на каком-нибудь пикнике совместном или прочее. Ну, мне просто кажется, что это неправильно, как-то понятно, что ребёнок в какой-то момент начнёт материться и сам, и всё прочее, ну, как бы не обязательно его показывать своим примером, что это нормально, потому что для того, чтобы обладать матом, мат – это классная штука, матом можно очень красиво изъясняться, он прекрасно дополняет язык, а угроза лишь в том, что мат станет языком от безысходности, а не ради украшения, и вот эта проблема. Есть люди, которые на мате разговаривают, матом изъясняются. Я против людей, которые такие, чего вы материтесь, всё такое, мат – это красиво, мат – это часть языка, более того, мат в русском языке это чуть ли не самая красивая часть языка, именно поэтому огромное количество стран, огромное количество других языков, которые не русский, заимствует русский мат. По-моему, и в Грузии у вас и такое есть, и в Армении такое есть, и во многих других языках, как в Казахстане такое есть. Наверное. Но, в общем, В общем, русский мат, он такой, это одна из, это как балет, блин, это, ну, один из толпов вообще русской культуры. Да, очень хорошо. Вот, я могу абсолютно разговаривать вообще без мата, но зачем, если есть такой красивый, классный инструмент, который своими корнями уходит вообще в мифологическое состояние, потому что мат это слова для работы не с трансом, а работы с нечистой силой и всем остальным, если вы базово посмотрите. Я просто когда на мифологию в лице ходил, мы касались этой темы, вот, но есть проблема, что действительно люди, которые не до конца поймут, а что такое мат, зачем он нужен, как им пользоваться, есть люди, которые через слово его вставляют, и это ужасно, конечно, то есть когда ты используешь такой красивый инструмент от бедности своего языка, это не очень хорошо, поэтому я против того, чтобы, что называется, ну вот человеку, который еще воспринимает, для того, чтобы хорошо материться, нужно, чтобы ты в целом был очень начитанный, чтобы ты много прочитал, чтобы ты много знал, чтобы ты быстро и хорошо думал. Да, для того, чтобы мат был к месту. У тебя должно быть много опыта, и ребенок этого всего не знает, поэтому он начинает просто повторять за взрослыми, и есть опасность того, что он ступит вот на эту дорожку, на эту дорожку гномика-матершинника, а это никому не надо. Поэтому, когда я, да, декан у меня был Мельвиль, Урнов у меня был пребывателем, короче, и соответственно, сейчас заканчиваю, и соответственно, когда я с какими-то и друзьями, всеми остальными, когда мы в публичном пространстве, я и сам не матерюсь, стараюсь не материться, или громко не матерюсь, и прошу об этом знакомых и друзей. Последний вопрос от Альвидоса, почему не в синем, Мэйкл? Ну, нет синего, к сожалению, да. У меня была когда-то... Просто в стирке твоего униформа. Да, да, да. Блин, меня вез на следующий день таксиста реально в синей кофте и в джинсах, я так угарнулся. О, нет. Да, да. Думал, не узнаю, а я узнал. Большое всем спасибо, друзья. На этом всё сегодня с семейным стримом. Мы нарушили традицию с каждыми первыми и вторыми воскресеньями, но только для того, чтобы, начиная с апреля, эта традиция не нарушалась. Что такое? И первое воскресенье апреля я проведу стрим с вами. Дальше второе воскресенье апреля мы будем стримить вместе с Майклом на семейном стриме. Большое спасибо всем, кто пришёл. Вы классные. Спасибо за вашу поддержку. Спасибо, что не давите, что вы рядом, что вы очень терпеливы. У меня у них нет возможности давить, как они будут давить. Ну, есть. Писать гадости какие-нибудь постоянно или что-нибудь требовать. Вот. Было с вами здорово, классно. Слушай, пока. И на связи. Подписывайтесь на Кринжовник, на канал. Я надеюсь, что получится малютка. Дашу что-то делать. Майкл Наки Бубочка и я. Меня зовут Нино. И мы с вами увидимся уже на следующей неделе. Я буду в breakfast show и буду на популярной политике. А ты где будешь маленький? Аня будет дома и на улице гулять. Всё. Всем спасибо. Пока-пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok. Субтитры сделал DimaTorzok.